— Пожалуйста, Альфия Исламовна. — Так. — Ага, мы уже к докладам, да, переходим? — Да, мы переходим к докладам. Давайте я представлюсь. Смирнова Альфия Исламовна. Да, председатель секции. Ну, думаю, что освоюсь, потому что мы у себя в университете в ТИМСе работаем, поэтому зум немножечко непривычен. — Извините, что я несколько опоздала. Ну да, и тогда вам слово, Нантеисе Валентиновне, да? — Да, еще раз рада всех приветствовать. Прошу, пожалуйста, обратить внимание участников на регламент. Мы должны придерживаться регламента. У нас 10 минут на доклад и 5 минут нам дано в ходе обсуждения. Поэтому, пожалуйста, я предоставляю слово Альфии Исламовне, которое выступит с темой «Экологическое сознание и поэтика художественного текста в современных исследованиях». Пожалуйста, Альфия Исламовна. — Да, спасибо. Вы знаете, я нажимаю на демонстрацию экрана, она у меня отключена. То есть вы можете управлять моей презентацией? — Одну секунду, и я... — Да, и коллеги сразу. И для себя это говорю, что нам важно выдерживать экзамен. Наверное, регламент, наверное, вам об этом говорили. Ну, в общем, только 10 минут на сообщение, поэтому я думаю, что в этом мне презентация как раз поможет. Я могу что-то не озвучивать. — Я разрешила вам демонстрацию экрана. Посмотрите, пожалуйста. — Так, да. Секундочку. Секундочку. Сейчас. Видите, время просто теряется. На это очень жаль. — Видно презентацию? — Да. — Появилась она, да? Итак, коллеги, значит, у нас 13.07, да? Я начинаю. В конце 20 века во взаимодействии общества и природы выдвигаются четыре основные уровня на первый план. Это... Они перечислены здесь. Это экологические, антропологические. Вы можете сами прочитать. Планетарные и универсальные. Эти уровни получают осмысление в науке и художественном творчестве. В отечественном литературоведении сложилась определенная традиция в изучении поэтического чувства природы. Особенно настойчиво к нему обращались в 19 веке. Впоследствии, по словам Игоря Шайтанова, о чувстве природы как о показателе мышления начали говорить реже. Так что на сегодняшний день, и особенно в советском литературоведении, оно оказалось куда хуже исследованным, чем, скажем, характер художественного преломления категории времени и пространства. Конец цитаты. Это из монографии Шайтанова 1989 года. Этот вывод ученого совершенно оправдан, так как в 20 веке вплоть до 70-х годов изучение природного мира в художественной литературе носило точечный характер. Лишь в конце 80-х, в начале 20-х годов прошлого века начинают выходить монографии, в которых на обширном материале поэзии 18-20 веков исследуются чувства природы и пейзажные образы. Это и монография Игоря Шайтанова, которую я только что цитировала, «Мыслящая муза. Открытие природы в поэзии 18 века». Это фактически текст докторской диссертации. Это и монография Михаила Эпштейна, широко известная, «Природа. Мир. Тайник. Вселенной. Система пейзажных образов в русской поэзии». Это 1990 год. В это же время заявляет о себе научная школа в Сыктывкарском университете под руководством Таисии Яковлевны Гринфильд Зингурс, автора монографии «Природа в художественном мире пришвенная». Она вышла в Саратове в 1989 году. В центре внимания научной школы оказывается проблема поэтического чувства природы в художественной литературе, которая ставится также в сборнике научных статей сыктывкарских «Чувства природы в русской литературе» 1990 год, в коллективной монографии «Чувства природы в русской литературе» 1990 год и в докторских диссертациях Натальи Кожуховской – это 1995 год, не буду уже называть в целях экономии времени, и Людмилы Гурленовой – это 1998 год. В 1990-е годы в Волгоградском государственном университете начинает разрабатываться еще одно направление исследования – это философия природы в русской литературе. И в 1995 году выходит моя монография «Не то что мните вы природы. Русская натурфилософская проза 1960-1980 годов», в которой художественный материал рассматривается в трех ракурсах – философия природы, мифология природы, поэтика. Наряду с защитой докторских диссертаций в конце прошлого года, в начале нынешнего века, издаются материалы научных конференций, проходивших, не буду их перечислять, в Сыктывкаре, в Волгограде, в Ленинградском областном университете, а за рубежом в Хельсинки, Финляндии в 2003 году. В 2002 году была издана монография Екатерины Стеценко «Экологическое сознание в современной американской литературе». Вы ее видите, и, собственно, исследователь здесь констатирует актуальность проблем, связанных с изучением природы. Интерес к научной проблематике, связанной с темой культуры и природы, возрастает в 2000-е годы. В это время формируются два научных центра по изучению природной тематики в литературе и художественной культуре в Селесском университете и в Московском городском педагогическом университете, которые я и представляю. Ну и вот здесь речь идет о тех мероприятиях, которые проводятся в 2000-е годы и организуются в Селесском университете. Вы их можете видеть, я их повторять то же самое не буду. Что касается конференции, устраиваемых в Селесском университете, я просто их перечислю, потому что интересна их проблематика. Посмотрите, первая конференция, это 2014 год, отношение человека к животным, растениям и машинам в культуре. Вторая конференция, вторая конференция «Животный язык эмоций», и вот издана была книга, была издана вот такая монография по итогам этой конференции. Третья конференция называлась «Зоотонатос», она прошла в сентябре 1917 года. И четвертая конференция в 1919 году «Зоофилологика Тонатос» в номере пятого журнала опубликована, этого одноименного журнала, тут он называется «Материалы опубликованы». Теперь, что касается нашего университета, то здесь тоже написаны те мероприятия, которые проводятся в университете, и в сущности речь идет о научной школе, которая сформирована в нашем университете. И поскольку времени, я смотрю, уже очень мало, то я, наверное, сейчас перейду к следующему слайду, потому что здесь мы говорим с вами и о научной школе, которая называется «Природа в русской словесности. Историко-литературные теоретико-методологические аспекты». И проходит цикл конференции с международным участием «Природный мир в пространстве культуры». Да, и я хотела также вам показать вот те конференции, которые прошли в Московском городском педагогическом университете, начиная с 15-го года. Здесь внизу дан электронный адрес, что позволяет написать заявку и отправить свою заявку на нашу очередную конференцию, которая состоится в 22-м году, 28-29 апреля. Заявки мы еще собираем. Кого интересует информационное письмо, тому могу выслать. Ну и в качестве итогов я хотела бы сказать следующее. Ведущие сегодня междисциплинарные исследования восприятия и познания природного мира художественным сознанием свидетельствуют об актуальности проблемы человек, природы, культуры. Ну и выводы здесь изложены, вы их тоже можете прочитать. А я хотела еще вам показать, успеть за оставшееся время показать вот как раз материалы, изданные в нашем университете по итогам конференции наших. Вот это первый сборник «Природные стихии». «Природные стихии» в русской словесности он вышел в 15-м году, там было указано. Вот это следующий сборник конференции «Семантика. Сада и леса в русской литературе и фольклоре» 2017 год. Потом уже следующие конференции, давайте я тогда перечень их снова открою, они, вернее так, они проходят уже, мы их издаем в формате монографии. Вот эти монографии. Эти монографии, вы их видите, они здесь отражены на слайде, да, не буду называть, поэтому и годы указаны. Это одна монография, посвященная птицам в литературе. Следующая монография «Мир насекомых», тоже самое, она на слайде представлена. И последняя изданная – это семантика времен года в русской словесности. Что касается символики воды, она сейчас готовится к печати и к нашей конференции выйдет. Ну и еще раз обращаю ваше внимание на выводы, которые представлены на заключительном слайде, потому что, конечно, на сегодняшний день актуальным представляется исследование экологических проблем и исследование, секундочку, сейчас я тут, да, секундочку, секундочку, прошу прощения. Да, актуально представляется исследование экологического сознания в современной русской литературе, поскольку она непосредственно участвует в формировании нового универсального знания. Остальное было изложено на заключительном слайде. Ну, кажется, я уложилась во времени, хотя очень спешила. Поэтому, если есть какие-то вопросы, я на них отвечу. Спасибо. Спасибо большое, Альфия Исламовна, за интереснейший доклад. Скажите, пожалуйста, есть ли у вас какие-то вопросы, уважаемые участники, слушатели конференции? Да, Майя Михайловна, конечно. Да, Майя Михайловна, я вижу, добрый день. Приветствую вас, Альфия Исламовна. Да, я прослушала все это, что вы сказали. Я знаю, как вы много работаете в этом управлении. И мне хотелось бы узнать, помимо монографии, что-то планируется в плане конференции? Или, может быть, как-то со студентами вы по особенному раму? Вы знаете, что? Спасибо, очень хороший вопрос, потому что на самом деле у нас уже как курсы по выбору предлагаются дисциплины, связанные с научной проблематикой кафедры, разработанные рабочие программы. И вот эти дисциплины, они вызывают интерес у студентов. И если требуется, я могу поделиться этой информацией. Во-первых, это вот работа со студентами. Потом защищаются диссертации по тоже этой проблематике. И, скажем, вот в начале десятых годов, в одиннадцатом году была защищена диссертация аспиранткой нашей кафедры. Сейчас она преподаватель нашей кафедры, посвященная чувству природы в женской прозе девяностых годов. Тогда особенно было актуальное изучение в гендерном аспекте литературы. И вы знаете, очень интересная работа, она показывает, что вот эта же специфика гендерная, она как раз раскрывается и через восприятие природы, через чувство природы. Так что и не только. По Анатолию Киму была защищена диссертация именно в данном аспекте и так далее. Ну, конференция, я уже сказала, вот близящаяся конференция, и всех приглашаю принять участие в этой конференции. И даже где-то, сейчас я опять вернусь к слайду, по-моему, я там хотела даже показать, но нет, наверное, я не стала этого делать. А научная конференция, да, хотела показать как раз те аспекты, которые будут рассматриваться на ближайшей конференции в связи с изучением жизни и нравов животных в зеркале литературы, в зеркале изобразительного искусства и кино. Спасибо большое, спасибо. И вам спасибо, да. Может быть, еще у кого-то вопросы будут? Так, ну тогда вам право продолжать конференцию. Спасибо, моя Михаиловна, спасибо, что нашли время, послушали. Послушаю, спасибо. И я ваша должница, поскольку вы у нас и рецензент некоторых монографий, я вам должна их подарить. Спасибо. Итак, коллеги, продолжаем работу нашей секции, слово предоставляется. Я, правда, не посмотрела, кто у нас здесь или нет, но я думаю, что мне Таисия Валентиновна тогда подскажет. Приглашается с докладом Светлана Михайловна Миносян, тоже друг наш и коллега. Тема ее доклада «Регалии» все прочитаете сами. Литература сегодня, проектное образование, чрезвычайно актуальный аспект всех нас, работающих в ВУЗе, он интересует. Поэтому мы будем благодарны, если Светлана Михайловна поделится своим опытом. Пожалуйста, Светлана Михайловна. Архия Исламовна, не могли бы вы отключить презентацию своего доклада? Ой, прошу прощения. Секундочку, извините. Так, давайте я ее уберу сейчас. Так, 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 так. Я растерялась немножечко. В вашей системе не очень хорошо разбираюсь. Так, остановить демонстрацию. Уйдет все, ушла презентация. Спасибо вам. Итак, у нас Светлана Михайловна присутствует? Наверное, не присутствует. Нет, может быть, попозже, если она появится, то тогда мы ей предоставим слово. Тогда еще одной нашей дорогой гости предоставляется слово далекой гости гости госпожи Нилакши Сурьяна Раян из Дилийского университета. Тема ее выступления – проблемы преподавания современной русской литературы индийским студентам. Все, что касается современной литературы, это всегда актуально, это актуальная литература. Поэтому тоже особенно будет интересно, как изучается эта литература за рубежами нашей страны. Пожалуйста. Спасибо. Добрый день. Добрый день. Я рада вас видеть. Спасибо. Да, взаимно. Спасибо вас. Вы просто меня извините. У меня тоже была презентация на русском языке, но у меня с утра как-то компьютер не работает. И я, позвольте мне, пожалуйста, как-то выступить на английском языке. Я надеюсь, что будет возможность перевести мое выступление, да? Можно это будет? Да. Потому что я... Как вы хотите, чтобы синхронный был перевод, да? Я не знаю, как это будет, но я тоже 10 минут быстренько, как ты будешь выступить. Хорошо? Да? В общем, секция не сопровождается, но так как она в записи, то все желающие потом смогут поставить нашу презентацию. Хорошо. Хорошо. Извините, но так получилось. Так что спасибо большое, что вы дали мне эту возможность. И я, в общем-то, и вчера слушала доклады. И, ну, конечно, вы все разбиваете такие тонкие вопросы по литературе. И мне как-то не по себе, но у меня такая маленькая презентация. Я просто хочу как-нибудь перечислить, какие проблемы, какие трудности бывают перед преподавателями. Но не русские, не российские преподаватели, которые называют русские литературы, которые не учатся в жизни, не учатся в жизни, не учатся в жизни, не учатся в жизни. So, I would only like to enlist, you know, the problems and challenges that a foreign teacher of Russian literature can face while teaching this great literature to a younger, very mixed foreign audience. In this case, it is Indian students of Russian philology who have taken admission to study Russian as a foreign language in universities of India, where BA and MA program in Russian philology is offered. So, first of all, I would like to mention about the varied nature of the students and their complex background. I actually do not know about other countries, but here, by and large, the students who opt for foreign language learning are those who have not been able to get admission in other more prestigious courses in the humanities, like maybe, say, history, philosophy, political science, or even some who like to go for English literature. And amongst the foreign languages, which they would like to opt for, firstly, French, German, Spanish get more preference. So, in most instance, we have students who have come somehow as a default with very little motivation. And also, maybe, you know, they have this kind of romantic idea that they are going to study in a university. So, be it. Let it be Russian language. So, therefore, the task of the teacher is very challenging. First, to nurture these students through a language course, and then make it really exciting for them. And later on, when some of them discover their potential and reach a fairly reasonable level of language acquisition, then we have to teach them, you know, introduce them to the finer features of philology. So, like most programs for Russian philology, the students have to take courses on phonetics, morphology, syntax, translation, etc. And also, of course, reading and appreciation of literature. So, we have courses on 19th century literature, 20th century and contemporary and theory of literature, trends and various literary movements. So, as you can see, the program is all-encompassing and quite overwhelming, both for students and teachers, because all this has to be covered within a span of four years in a non-native environment. So, they are only just coming to study Russian, you know, for four to five hours a day, five days a week. So, needless to say, amongst all these courses, engaging with the literary text is the most challenging, for not only is it important for the non-native teacher to have knowledge about and of Russian literature, he or she has to be also equipped with the skills of how to teach this literature. That is, what pedagogical procedures the teachers should employ and why. And although reading literary texts has been a long-established part of traditional course in Russian philology, actually, this field has had a relatively shallow research base of discussing on how to teach the reading of a literary text in Russian. So, of course, there's a lot of material available, you know, like readers, anthologies, or adaptive editions of literary texts. But these two are, which have been prepared, actually, for the non-native readers. But while the exercises in such materials can actually provide teachers with models for working with text, but they don't really provide a deep methodological discussion or assistance for how to scaffold the text step by step. So, most often, teachers have to rely on their own skills, their own intuitions, understanding of the psychological makeup and caliber of the students, which changes, actually, absolutely from one batch of students to another. So, some of the key questions that the literature teachers often keep asking themselves are, what is the best teaching approach, should the teacher read the text aloud in the class or leave it to the students to read, how can the learners be encouraged to read outside the classroom, how to deal with the difficulty of the literary text, how to make the literature lessons engaging and keeping the learners' interest going, how to work with specific genres, and what to assess, should we be assessing their literary or their language competence, or, and how to assess, also, through tests, through essays, through multiple choice questions, etc. So, with my experience, and we at the University of Delhi have been following the traditional approach of running through the literature course, that is, history of Russian literature, Historia Ruske Literature Turi, that is, you know, starting right from the beginning, say, with Kassitzism, where we take up Lamanosav's very difficult, Oda na jen vashestvianav se rasiski pristol. And, you know, so slowly, like here, the teacher needs to work very extensively with an ongoing historical and cultural commentary about the geographical vastness of the country, the role of Peter the Great and Lamanosav's call to the youth of the country, yeah, to work for their country and to give birth to their own Newtons and plateaus. So, I'd like to mention here that, surprisingly, in spite of the difficult words and some very archaic expressions, the Indian students are very positive to the idea of this text, once they begin to understand it, because it contains this feeling of nationalism and pride in the country. And they're also very impressed, of course, by the biography of Lamanosav, who rose from a very humble background to reach such fame. So, slowly, the interest begins to develop. But nothing is more popular than Karamzine's Bheidnaya Liza, which is so close to the sentimental stories of Indian cinema, you know, the love of a poor girl and a rich boy. So, unfortunately, unlike in Indian cinema, the story ends in a tragedy, but the simple, fairly easy story now helps to inculcate an interest in literature for so many students who have not actually been in the habit of reading even their own literature. And then, by the time we move on to the course, you know, of Romanticism, we also teach Evgeny Aniagin, which is difficult, but we consider that it is an absolute must to include this novel in per verse. And we actually do only a selected reading. But by this time, we have given our students a fairly good idea of the basics of a literary text and how to deal with text analysis. And here I would like to especially mention Pushkin's Stansionismat Ritzel and how the students by now actually then gain the confidence to form their own opinion and are able to animatedly discuss this text. So, one can attune this also to the fact that many students are still in the mold of patriarchal values, you know, Indian students, and they have a strong opinion about duty of children, obedience, disobedience, personal sacrifice, personal freedom, etc. So, there's always a very animated discussion which follows this story. And irrespective of the outcome of the discussion, it is actually a heartening experience to see how the students by now develop an interest in Russian literature and also get sort of an impetus to read a bit more on their own. And here I would like to briefly mention the use of cinema in enhancing the interest of the students. So, I have been showing the film made by Nikita Mikhal Kov in the 70s. There is a film on this, Stansionismat Ritzel. And this film helps greatly in giving the students, of course, a real visual impression of the vast snow fields, the steps, and the difficult life of the station master of the Stansionismat Ritzel, as described by Pushkin. And it's surprising each time, you know, I'm surprised actually that each time, but the critical remarks of many students who actually see a mismatch in the character of Dunya, you know, her text version and the screen version. And also, they also notice the lack of emphasis on the pictures, you know, of the parable of the prodigal son. We know that the preacher, Ablud Nam Sine, and the pictures, they form a very important part in Pushkin's text. But of course, in the screen version, they are not visible at all. And here, the students actually turn into little film directors themselves, and they voice their own ideas of how the film should have been made. So I could actually go on with many examples from 20th century literary texts, you know, short stories by Boonin, by Kuprin, by Bulgaker, by Paustovsky, and also, which again, pose a kind of a new challenge in terms of understanding the changing language norms and the changing content. And so also, we have in the course, of course, all the poets of the Silver Age, which is Myakovsky, Issenin, Akhmatova, and others. And I mean, I'm not going into the details of how we, you know, scaffold these texts, but this work has to be done for students who are actually going to be the future teachers. So I would then say that when selecting authentic literary texts, you know, for non-native readers of Russian within the given course structure, we need to have, you know, some considerations, which could be actually a combination of the following factors. Firstly, perhaps the text should be small, so which again gives us an opportunity for a very holistic analysis. The second feature could be a good amount of representativeness, which means the possibility to demonstrate with the help of the text, the most characteristic phenomena of the Russian literary process. And the third could be the difficulty of interpretation of the text, along with its lexical grammatical accessibility. This has been talked about Ms. Yasinka in her book, you know, Russian Non-Traditional Prose of the Late 20th Century, published by Zlata Oost. So a small volume in a foreign audience is an important requirement of the text. And programs on Russian literature for native readers of Russian and for Russian language learners, you know, have to be different. And this has also been stated by Aorgen Sov, who states that, and I'm quoting, it seems appropriate at the slightest opportunity to replace long texts with short stories that give ideas about the artistic world of the writer. And we have been doing that, especially for, you know, large works, like say Tolstoy's Anna Karenina and War and Peace, which we feel must be read. But instead of that, we've been doing Death of Ivan Elyich, which is, of course, a very important and meaningful story. So that is why we feel that then if we recommend a long text for the foreign students, they always have a kind of a temptation to just quickly read the plot summary, which, of course, is not recommended in many ways. So, and we know that these days, modern students, not only foreign, but also native speakers, they see the literary text as primarily a source of information. Therefore, the literature teacher has to motivate the students to perceive literature as an aesthetic phenomena. So there are so many aspects that we have to take into consideration. So students, especially those who are the future, like I have said, of Russian language and literature, and they are going to be the teachers, they also have to be able to master the terminology of, you know, which they have to. I mean, a lot of Russian students learn these things like composition, plot, epitaph, metaphor, etc. But unfortunately, in my teaching experience, I've seen that Indian students are not familiar. So we have to sort of make them familiar with this also in the course of our teaching. So to put it in a nutshell, form and content both have to be taken care of. And I started my talk, of course, with the challenge that teaching Russian literature poses, what a challenge it poses in a mixed and unprepared audience. And I would like to end with a note on how by implementing these various means and modes and with a lot of patience, the teacher is enabled to, you know, the students to start forming their own bond and respect for Russian literature. And I would, I'm proud to say that many Indian students have moved on further, they take up interesting research topics, and also enroll for PhDs in Russian literature. And this, of course, is the true joy for a teacher, starting from scratch and seeing a good end result. So in the end, I may say that literature matters, there is no better way to learn about the beauty of language and the beauty of life, beauty of life being humility, compassion, love and tolerance and our place in this world. So I would end on that note. Спасибо огромное еще раз, что вы как-то послушали мой доклад на английском языке. Спасибо. Вам спасибо, да, госпожа Нилакши. Скажите, вот такой вопрос у меня возник. Ну, в докладе написано современное, да, у вас современная русская литература. Литература, на душу не построили доклад в целом на русском языке. Знаете, я создала обзор. Обзор, но это тем интереснее. Мы узнали, какая классическая литература изучается, каким образом, да. У меня вот какой вопрос. Если говорить в целом о русской литературе, то наибольший интерес у студентов какие тексты вызывают? Все-таки это тексты 19 века. 19 все-таки классика, да. Современные тексты как-то до сих пор им трудно как-то понимать, вот эта меняющаяся обстановка, особенно вот этот постмодернизм и то, что сейчас пишется. Так что вот эти более традиционные тексты, им легче это понять, и они как-то им больше по сердцу. Спасибо, спасибо, но я думаю, в конце у нас будет обмен мнений, поэтому мы имеем возможность и какие-то вещи, связанные с изучением, в иностранной аудитории русского языка, литературе обсудить. Спасибо вам огромное. Спасибо вам. Так, и коллеги, хочу сказать, прежде чем для объявления следующей темы предоставлю слово Таисии Валентиной, хочу сказать, что вопросы можно и в чате задавать, как удобнее, да. Вот, ну и будем придерживаться регламента также. Спасибо. Таиса Валентиновна, ну что, объявите, пожалуйста, следующий доклад. Спасибо, Альфия Исламовна. Приглашается к докладу Уразаева Куралай Биби Талыевна, доктор филологических наук, профессор кафедры русской филологии из Евразийского национального университета имени Ильва Николаевича. Гумилёва в Казахстане. Есть такие. Русская детская фроза. И реконструкция предоставительского восприятия. Дескриптивный. А почему так? Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я прошу прощения, что отсутствовало некоторое время, я была в соседней секции. Я хочу представить вашему вниманию доклад, который совмещает в себе как теоретико-методологические основы построения многих у нас авторских курсов в бакалаверии, магистратуре, докторатуре и также методику применения разных подходов для не только активизации познавательной деятельности, обучающихся, но и для выработки у них определенных исследовательских навыков. Поэтому здесь сегодня я хочу... Почему-то не листается, да? А, вот. Не листает презентация. Пока нет, да. А почему? Можно я сейчас по-другому попробую? Надо сделать мне полный экран. Не как демонстрацию слайдов, а как просто можно листать просто. Не через F5. Не через F5. Так, я вот это сейчас закрою. Так, сейчас можно я проверю? Вот странно. Он мне то экран не показывал, то, может быть, я тогда без... Ну, буду сама по своей презентации читать, но, к сожалению, чем-то не могу дать доступ. Давайте из полного... Останови демонстрацию. Сейчас я попробую еще раз, прошу прощения. Вот если я поделиться нажму. Но все равно не листает. Так, останови демонстрацию. Я не буду тогда, к сожалению, отнимать время. Не знаю, почему-то недостаточная мощность, может быть, у компьютера. Тогда я сейчас... По режиму? Не знаю, я теперь... Вот сейчас листает, да? Не вкачать на полный экран. А сейчас листает, да? Так я не могу его убрать, этот полный экран. Так. Нет, к сожалению, не получается, поэтому я не буду отнимать время. Сейчас, минутку. Я надеялась, что придут магистранты и помогут мне, потому что мы работаем в Тимсе. Не могу убрать презентацию теперь. А можно мне попозже выступить? Там через полчаса подойдут. Да, можно. Я хотела бы всё-таки... Потому что, да, очень неудобно выступать без презентации, да? Хорошо. Афия Исламовна, мои большие извинения, я здесь. Напишите, да, нам, когда будет возможно. Спасибо большое. Да, обязательно. Сейчас переходим в целях экономии времени. Переходим к следующему докладу. И слово предоставляется Веронике Валентиновне Цуркан. Тема её доклада – «Концепт счастья в современной женской прозе». Добрый день. Сейчас я включу экран. Добрый день, уважаемые коллеги. Я представляю Магнитогорский государственный технический университет имени Носова. И тема моего доклада – «Концепт счастья в современной женской прозе». Меня хорошо слышно? Слышно хорошо вас, да. Дело в том, что у меня проблемы со связью, и поэтому я заранее предупреждаю вас, если что-то, то вы мне скажете. Да. Итак, «Концепт счастья в современной женской прозе». Несмотря на то, что эмоциональный фон женской прозы подчас связан с ощущением неблагополучия жизни, поиску идеала и счастья в ней отводится значимое место. Обе эти категории, родственные друг к другу, относятся к разряду высших нравственных ценностей, обозначая сложный комплекс переживаний, связанный с оценком индивидуумом своей жизни в целом. Рассмотрим репрезентацию концепта счастья в женской прозе на примере произведений Виктории Токаревой, Людмилы Улицкой и Марины Полей. Частотность использования слова «счастье» и его дериватов в текстах этих писательниц позволяет считать данную лексему именем концепта, экспликация ядерных признаков которого с одной стороны соотносится со словарными толкованиями, а с другой стороны обрастает рядом индивидуально-авторских значений. В произведениях Виктории Токаревой, принадлежащих писателям так называемого гармонического типа, концепт счастья связан с концептами время, свобода, судьба, любовь, семья, дети. Писательница любит использовать перефразы с именем счастья, например, обладающие счастьем, полные счастья, приносящие счастье. Ориентационные характеристики концепта в текстах Токаревой наполнены неповторимым ароматом эпохи, которые принадлежат ее персонажам. Поскольку жизнь в целом воспринимается писательницей как благо, сарказм по отношению к неудачному стечению обстоятельств часто сменяется в ее произведениях иронией или юмором. Ну, например, а в старости тоже хочется счастья, старость тоже хорошее время, тем более, что нет выбора. Человек может быть либо старым, либо мертвым. Афористические конструкции позволяют автору подчеркнуть особенности гендерных доминант счастья. В сборнике рассказов о любви залогом мужского счастья Токарева считает удачу и везение, совпадение социальных и личных интересов. Гарантией женского счастья являются любовь и красота, привязанность к детям, обладание домом на земле и даже чувство радости, испытываемое в момент приготовления еды. Часто в Токаревские сюжеты о счастье включена любовная история. Элли, героиня рассказа «Хэппи-энд», «Жизнь, проведшая в поисках счастья», находят его в маленьком европейском городке, по иронии судьбы, напоминающем о российской провинции, откуда начинался ее путь. Элли на раздумье в финале рассказа прерывает резонный вопрос. «Стоило ли ехать так долго и многоступенчато, чтобы прибыть в ту же самую точку?» Токарева демонстрирует иллюзорность фелицитарных стереотипов в рассказах из жизни миллионеров «Можно и нельзя», в которых, соотнесенный со сферой нравственных понятий, концепт счастья демонстрирует свою амбивалентность. «Счастье», утверждает писательница, «идет рука об руку с несчастьем». Причины последнего она усматривает в том, что одни плачут, что хлеб жесткий, а другие, что жемчуг мелкий. Но плачут все. Токаревские сомнения в ценности эгоистического счастья актуализированы в произведениях Людмилы Улицкой и Марины Полей. Обе писательницы связаны с неосентименталистским течением в женской прозе, и в этой разновидности феминистского дискурса центральной темой становится деградация брака и милосердной любви. В отличие от предшествующей, данная модель счастья включает устойчивые конфликтные положения. Вместе с тем, концепту счастья у Улицкой и Полей присущ автобиографизм, неотрадиционализм, использование культурных архетипов. Модель, оппозиционная по отношению к традиционному идеалу счастья, создана Улицкой в рассказе «Лялин дом». Героиня рассказа исповедует теорию брака, согласно которой супружеские измены брак только укрепляют, и умножая свое семейное счастье на внесемейное, «Лялин терпит фиаскор». Внезапно возникшая любовь, опрокидывая ее теории, сводит героиню с ума. В кромешном мире другого рассказа счастливый случай, наслаждение неотделимо от страдания. Мечты всех девочек мира, простодушных, алчных, глупеньких, добрых и обманутых, поверивших в иллюзию счастливой заграничной жизни, сталкиваются с убогой ложью еще более убогой правды. С печалью и гневом, с насмешкой и любовью, Улицкая наблюдает за судьбами героинь, которые беспомощно барахтуются в густом молоке жизни. Кто-то из них доберется до кисельных берегов, а кто-то захлебнется. Вместе с тем, проза Улицкой не сводится исключительно к бытописанию. Мотивами святости окружены у Улицкой сияющие от счастья старики и дети. В рассказе «Счастливые» понятие счастья и ребенок неразрывный. Лучшие восемь лет жизни выпадают на долю мати Аса и Берты, когда Бог дает им сына. Высота отношений рождает мифологические ассоциации. Признаками праведничества стариков является чудесное рождение ребенка и супружеская верность на протяжении всей жизни. В концепте счастья Улицкая акцентирует внутреннюю способность человека быть счастливым. Что возможно, как будет сказано в романе Казус Купоцкого, при условии полного слияния всех компонентов жизни, которые обыкновенно лишь кое-как сосуществуют, а то и раздергивают человека в разные стороны. Выхода за пределы традиционных женских тем к дистанциальным обнаруживает репрезентация концепта счастья в ироничном и подчеркнуто авторефлексивном творчестве Марины Полей. В романе «Дань Саламандри» феллицитарный концепт коррелирует с концептами одиночества, память, смерть, боль. История отношений героин связана с рядом мифом. Мифом о Саламандри, о Петербурге, об Амуре и Психее. Согласно последнему, от сакрального инцеста любви и красоты произошел весь мир. Петербургский миф наполняет роман особой энергией, объясняя поступки рассказчицы и девочки, реализующих себя в предельных обстоятельствах. Подобно Елене Георгиевне и сказу Сахуходского, рассказчица Полей открывает параллельную вселенную, тайную лестницу. В этом мире, от которого замирает сердце, унынию с пути повседневной жизни, противопоставленной любой в творчество и мечты. Однако пребывание в раю несовместимо с несовершенством человеческой природы. Пробуждение героини Полей ведет к осознанию, что все, чем она прежде желает, не существующая жизнь. Тем не менее, девочка Саламандра исторгает из нее дар творчества. Пелицитарная модель Полей близка символистской концепции жизнетворчества, в которой упоение и восторг сопряжены со стихией огненной смерти, в свою очередь являющейся знаком посвящения в новую жизнь. Героиня романа делает все, чтобы поддержать в себе этот огонь и не дать своей Саламандре погибнуть. Сквозной мотив огня подчеркивает с одной стороны жизнь несозидающая, а с другой стороны стихийная, смертоносная начало в концепте счастья. Изучив репрезентации феномена счастья в современной женской прозе на примере творчества трех авторов, мы делаем следующие выводы. Во-первых, противопоставленное Мещанскому понятие об истинном счастье ассоциируется у автором с представлением о высшем благе и затрагивает аксиологическую область личностного сознания персонажа. И во-вторых, концепт счастья находится в режиме постоянной актуализации, включая в себя как позитивно окрашенную реалистическую трактовку в творчестве Токаревой, так и модернистские модели, например, в творчестве Марины Полей. У меня все, благодарю за внимание. Спасибо, Вероника Валентиновна. Сразу вопрос задам, потом, может быть, еще будут вопросы. Скажите, а вы не планируете расширить круг авторов концепты счастья? Спасибо за вопрос. Дело в том, что эта работа была создана в проекте «Феноменология счастья» в русской литературе 18-20 веков. Этот проект совместный, российско-венгерский, и, собственно, выбор авторов был продиктован пожеланиями другой стороны. Вот, возможно, я расширила бы как-то этот круг и проанализировала бы еще какие-то тексты. Но дело в том, что я занимаюсь проблемой счастья во всем 20 веке, начиная с Серебряного века и по современную литературу, постмодернистскую. Поэтому я и так расширяю его в других направлениях. Да, понятно. Спасибо. И замечательный проект. Скажите, что результатом станет? Монография станет? Монография, да. Да, мы сейчас готовим выход монографии, в которой будет представлена феноменология счастья с 18 века вот по настоящее время. Ну, замечательно. Хорошо. Спасибо. Коллеги, еще будут какие-то вопросы? Конечно, будут. Здравствуйте! Здравствуйте! Конечно, будут. Вероника Валентиновна, я, во-первых, хочу выразить свой восторг. Я хочу поблагодарить вас, что вы приняли участие в нашей конкуренции. Это так великолепно. Мы коллеги с Вероникой Валентиновной и когда-то, очень много лет назад, мы начинали работать над концептами в нашей... Лаборатории. В лаборатории, да, литературических исследований. У нас вышло несколько сборников. Ой, я покажу сейчас. Вот, посмотрите. Вот видите, я приготовила антология. А потом еще антология. Замечательная антология уже после меня. Это была сделана великолепная антология. Так что надо читать, ссылаться, цитировать и так далее. И вот сейчас вот этот грант. Огромное спасибо за доклад. Вот вчера на вечернем пленарном заседании был доклад Эпштейна о добре и зле в литературе, в лексикологии русской. И вот у меня вопрос, который касается вот такой проблемы, да. Вы пишете о счастье. Если говорить, так сказать, об оппозиции, не счастье. А вот что касается ну на уровне поэтики, может быть, вы прослеживали в отдельных произведениях, как это? Вот та лексика, которая составляет, допустим, один концепт и то, что относится к другому. Вот как-то это рассматриваете? Ну, конечно, мы рассматривали и традиционные словарные истолкования, и концепты, и индивидуально авторские. Вот. И, конечно, если сравнивать стиль и репрезентацию, да, концепты, индивидуально авторские истолкования, да, которые находятся в периферийной зоне, все-таки не в ядерной, потому что в ядерной находятся традиционные, да, скорее, а индивидуально авторские, то, конечно, Конечно, как я сейчас сказала, токарь его характеризует вот такая афористичность в истолковании счастья, оптимистический характер, и в связи с этим идут позитивные какие-то моменты. А у Марины Полея совершенно противоположное истолкование, потому что она больше ориентирована на такие экзистенциальные поиски, и в связи с этим счастья у нее не так уж и много. Но оно, в общем, есть, но оно, конечно, в большей степени связано с другими составляющими, я имею в виду тоску, именно несчастье, вот, и у нее больше негативно окрашенных компонентов в концепте, чем у жизнерадостной токаревой. Спасибо большое, успеха вашему проекту. Спасибо. Спасибо большое. Коллеги, есть еще вопросы? Так, ну, если вопросов нет, тогда переходите. Вот, Валентина Артамонова, пожалуйста, она хотела задать вопрос. Спасибо. Только микрофон включите. Валентина, включите микрофон, вас не слышно. Все, спасибо. Я хотела спросить вот по поводу неосентиментализма, который есть у этих писательниц. Вот какие черты поэтики неосентиментализма, тем более сентиментализм и счастье – это одна из нас основных, так сказать, таких эмоциональных категорий. Вот какие черты поэтики неосентиментализма присутствуют у этих писательниц? Ну, конечно, прежде всего, и та, и другая писательница обращают внимание на чувственное начало в концепте счастья. И та, и другая писательница очень много говорят о любви, о страданиях. Вот, собственно, сейчас по поводу поэтики и способов ее выражения я ничего сказать не могу. Но в целом вот это общее настроение, да, излишняя, скажем так, чувствительность и стремление мифологизировать, да, чувства и настроения своих персонажей женских, несомненно, в их творчестве присутствует. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Коллеги, будут еще вопросы? Если нет вопросов, ну, в конце мы будем еще и обсуждать, я надеюсь, у нас останется на это время доклады, так что можно и потом будет говорить. Так, и я просила бы Таисию Валентину объявить следующий доклад. Тогда слово предоставляется Валентине Викторовне Артамоновой. Тема ее доклада «Национальный характер в системе эмоционально-ценностных координат» на примере произведений Василия Шукшина, Захара Прилепина, Романа Сенчина. Пожалуйста, Валентина Викторовна, вам спасибо. Спасибо. Ну, я хочу начать с того, что ценностный подход к изучению художественного произведения позволяет получить важное знание о национальном характере, о его жизнестойкости и трансформациях в ту или иную социальную эпоху. Ценностные системы эмоционально-ценностных координат в свое время выдвинули исследователи Андрея Борисовича Есси и Андрея Александровна Касаткина. Они выделили те культурные доминанты, на которых строится жизненное поведение человека. Личность, утверждают исследователи, вырабатывает или принимает готовую систему ценностей, которая позволяет отличать важное от неважного, нужное от ненужное. И чем более осознанна система эмоционально-ценностных ориентаций, тем стабильнее личностное самосознание человека. И напротив, у той личности, у которой не развиты эмоционально-ценностные ориентации, ей свойственны разбросанность, метание, искание и так далее. Ну и они приводят такие пары эмоционально-ценностных ориентаций, которые определяют жизненное поведение и поступки человека. Это такие пары, как трагизм, юмор, героика, инвектива, романтика, сатира, сентиментальный сценизм. Позитивные ценности могут уравновешиваться в житейском поведении отрицательнее, определяя как бы пластичность и жизнеустойчивость личности. Но в характере могут возобладать и отрицательные ценности, замещая или вовсе отменяя соответствующую пару. И вот эта концепция Есина и Касаткина становится в нашем сообщении инструментом анализа некоторых произведений Шукшина, Сенчина и Прилепина, писателей, обратившихся к изображению маргинального народного характера. Маргинальность, напомню, это такое понятие, которое обозначает промежуточность, пограничность, состояние человека между какими-либо социальными группами, участвующих в взаимодействии этих культур, но не примыкающих полностью ни к одной из них. И трудно переоценить роль Василия Макарьевича Шукшина в изображении этого характера и того непростого момента национального бытия, в который он создавал свои произведения. Это время характеризовалось темпами индустриального прогресса, разрушения деревенского уклада жизни, подвергались жесткому испытанию традиционной крестьянской ценности семьи, дома, отношения к земле, к труду, принципы крестьянского общежития. Но второй такой период, когда вот особенно маргинальный характер проявляет себя, это был очередной другой слом времени, это в конце последнего десятилетия XX века, первое десятилетие века нынешнего, когда состоялось внедрение во все стороны жизни новых, невиданных, доселе товаро-денежных отношений, произошли резкие мировоззреческие сдвиги в человеческом, в обществе, в российском обществе. Посмотрим, какие эмоциональные ценностные ориентации отразились в характере и поведении шукшинских героев. Сначала, затем сравним уже, что произошло с этими ценностями дальше. Шукшинские люди, герои, это прежде всего люди полудеревенские, полугородские, чей жизненный путь определяется спором или разрывом с моральными устоями деревни. В то же время межукладность определяет индивидуальную уникальность персонажей писателей, их реакцию на справедливость, острую, желание понять диалектику моральных отношений, правдаискательство. Ну и вот буквально на нескольких примерах приведу те моменты, как действуют эти эмоциональные ценностные ориентации в раскрытии характеров шукшинских героев. Ну, наиболее, конечно, он прежде всего в своих характерах рассматривает эпикодраматическую эмоционально-ценностную ориентацию, которая следует объективным законам жизни, дает народному характеру такие ценности, как единение, спокойствие, приятие мира. И вот эта, конечно, ориентация, она прежде всего отражается в характерах стариков у шукшина, ну, в таких рассказах, как «Помирал старик», «Материнское сердце», «Одно», «Одни», то есть, прошу прощения. Но в то же время он показывает, что эта ориентация, она как бы исчезает, не то чтобы распадается, но ослабевает в характерах его персонажей. Ну, вот, например, Алеша Бинкс бесконвойный вспомнил этот рассказ, когда он выделяется уже в селе тем, что вот он как раз придерживается этого настроя на мудрость, на переживания, на свои эмоциональные переживания своей судьбы, и вот, который выражается в его приверженности этому банному, незыблемости, приверженности к этому субботнему банному ритуалу. Расскаж Чудик, он уже говорит об ослаблении междукладной эпохи таких традиционных ценностей, как чистосердечие, непосредственность, простодушие. И во многих рассказах Шукшина писатель уже увидел, во многих своих рассказах отразил, увидел уже такое активное воздействие на маргинального человека отрицательных ценностей инвективы, то есть угрожающей стабильности личности, агрессивного навязывания своей воли и точки зрения, как единственно верной и правильной. Для нравственного развития личности этот родит деградации. И вот такие рассказы, как «Крепкий мужик», этот деревенский бригадир Шурыгин, который разрушает, ломает церковь, или рассказ «Вечно недовольный Яковлев», который уже, значит, из-за того, что писатели, то есть из-за того, что односельчане не обращают внимания на его шикарную городскую жизнь, шикарный городской вид, и не завидуют ему, он уже жестоко обижает своих односельчан и друга детства. Инвективов, введение этого персонажа доходит уже до критической точки вырождения человека. Ну, очень часто, конечно, Шукшин связывает вот это развитие инвективы с городским укладом, к которому относится он все-таки несколько настороженно. Именно городские жители у него или люди, которые переехали в город, они вот уже начинают как бы разрушать свои, в них уже разрушаются вот эти вот безусловные деревенские ценности. И вот сентиментальность, и тоже еще одна из ценностей, парой является цинизм, но вот те люди, которые, деревенские люди, которые переехали в город, они и не приспособились к условиям городской жизни, они вот обладают, ну, вот этой ценностью, которой даже нет такого компенсатора, как цинизм, то есть какое-то такое достаточно равнодушное отношение к жизни для того, чтобы устоять перед какими-то сложностями. Ну, и особенно вот этот такой характер с этой ценностной ориентацией, это вот в рассказе, ну, на мой взгляд, трагическом рассказе, жена мужа в Париж провожала. И хочется остановиться несколько на рассказе «Верую», там, где Максим и Поп, они, значит, обсуждают проблему смысла жизни, и достаточно трагическая коллизия этого рассказа, и в то же время она компенсируется вот таким юмором, потому что люди, они вот в такой, значит, своем обсуждении, в этом таком трагедийном танце, который, значит, вот, которым заканчивается рассказ, они, ну, как бы находят какой-то выход из этого трагизма жизни, а не приятие жизни, в сложности, многообразии, в какой-то такой личной ответственности за то, как нужно себя вести. Это вот поэтому такой рассказ, этот рассказ «Верую», он является, на мой взгляд, таким порогом в творчестве Шукшина, потому что он показывает, как могут традиционные эпические ценности приятия мира сочетаться с вот таким уже, как бы, личностным сознанием, с ощущением личной ответственности за свою судьбу. Вот, но далее, значит, я, как уже говорила о том, что происходит в 90-е годы такой слом национальной общности, национального самосознания, и писатели нового реализма, такие как Синчин, Роман Синчин, Захар Перелепин, они вступают в полемический диалог с прозой деревенщиков и с их эпическими ценностями, и с Шукшинскими в том числе. Но наиболее, может быть, таким резким в этом плане представляется роман «Елтышевы», прошу прощения, 2009 года. Ключевыми константами в «Елтышевых», как и у деревенщиков, являются дома семья. Реализуется мотив возвращения к истокам, наличествует архетип мудрой старухи, то есть Татьяны, которая приютила горожан, переехавшись в село для того, чтобы как-то, значит, склеить свою распавшуюся жизнь. Но, тем не менее, значит, ни село не может как бы помочь «Елтышевым» в этом, потому что и распад, и разрушение национальной общести коснулось деревенского мира тоже. У «Елтышева» вот этот маргинальный характер уже как бы он становится показателем маргинализации всей человеческой природы, то есть распадом по существу такой человеческой природы в этот период времени. И деревенские, городские жители превратились в маргиналов не потому, что они оторвались от родной почвы и культуры, а потому что распалась система ценностей и идеалов, которая могла бы укрепить их душу. И поэтому и коренные сельчане, и семья «Елтышевых» живут в границах бессмысленности и напрасности, которые вступают на путь расчеловечивания, когда допустимо стало все. Ну и мы знаем сюжет этот, жесткий сюжет этого рассказа, в котором череда убийств, череда такого распада личности в этой семье предстает перед нами. Вот. И, ну, нужно, конечно, сказать, что... Дальше не буду анализировать. Нужно, конечно, сказать, что все-таки для этого романа «Елтышева» характерно такое, нельзя говорить о какой-то полной, что ли, объективизации повествования и такой объективной картины мира, потому что во многом этот роман, конечно, он такой негативный взрыв, как бы такого потрясенного сознания писательского в том числе. И поэтому многие критики говорят о сближении этого романа с романом начало, конца 80-х годов печальный детектив оставшего, да, когда, значит, в котором нет такой объемной, этически завершенной картины реальности, а которая является таким одним из страшных свидетельств кризисного времени. Ну, вот, немножко, значит, извините, я уже, кажется, задерживаюсь, но немножко скажу о Захаре Прилепине, о том, как решают проблему этого маргинального народного характера и его ценностного наполнения Захар Прилепин в своих романах «Саньки» и в одном из рассказов. В романе «Саньки», который посвящен вот этому движению, по своей сути, тоже маргинальному националу нацболов, раскрывается, конечно, характеры молодых людей раскрываются с позиции таких эмоционально-ценностных ориентаций молодых будущих дощиков, как героинка инвектива и романтика сатира. Это, ну, значит, Саша Тишин, революционер, состоящий в полулегальной организации «Союз спасения», он уже, естественно, выбирает для себя добровольную маргинальность. Он полностью отказывается от своего детства, воспоминания своих деревенских родственников. Но вместе с героическими порывами, свободолюбие, независимость, все-таки в нем формируются вот эти ценности, преобладают ценности инвективы. Это, значит, там и крайний максимализм, и жестокость, искоренение в себе любви и жалости во время строго очерченной цели. И в связи с этим писатель так достаточно сатирично показывает детскость инфраструктуры. Так, ну, я предоставляю тогда слово Таисе Валентиновне ввести дальше. Да, пожалуйста, слово предоставляется Кириллу Иосифовичу Финкельштейну, коллега из Бостона, из США. Очень приятно, что вам удалось найти время для нашей конференции. Тема доклада – прототипы главных героев рассказа Финджеральда «Любовь в ночи». Пожалуйста, Кирилл Иосифович, будем рады вас услышать. Здравствуйте, уважаемые участники, уважаемый оргкомитет. Рад возможности принять участие в конференции. И выражаю особую благодарность Майе Михайловне Полехиной за приглашение. Меня слышно? Хорошо? Да, хорошо, мы вас слышим. Добрый день. Добрый день. Мой доклад называется, да, «Прототипы главных героев рассказа Фрэнсиса Скотта Финджеральда «Любовь в ночи». Этот рассказ в оригинале «Love at the night» был первым рассказом писателя, опубликованным после завершения Великого Гетсби, то есть в 1925 году. И только почти через 110 лет после написания он был опубликован на русском языке в сборнике «Новые мелодии печальных оркестров». Рассказ, нужно сказать, «Любовь в ночи» не является значительной вехой в творческом наследии писателя, но, на мой взгляд, для русскоязычных читателей и литературоведов он может представлять определенный интерес, поскольку его главный герой имеет русские корни, ощущает себя русским и имеет реального прототипа. А автору данной статьи удалось уточнить факты, приводимые в комментариях американских литературоведов к рассказу, и выяснить, что они не совсем соответствуют действительности. Несколько слов о сюжете рассказа, потому что, думаю, вряд ли все его читали. Значит, это мелодраматическая история, действие которой разворачивается на французской ривьере в Каннах. Там рассказывается о первой любви 17-летнего князя Вэлла Ростова, чьими родителями были русский князь Павел и богатая американка. Однажды весенней лунной ночью Вэлл случайно попал на стоявшую на рейде яхту, где встретил прекрасную юную американку и сразу влюбился. Их свидание было прервано появлением мужа девушки, они даже не успели узнать имена друг друга. А на следующий день прекрасная незнакомка покинула Канны. И только через 7 лет по мыслепамятного свидания, во время которого главный герой служил в армии Деникина, потом осел во Франции, стал шофером, и вот наконец через 7 лет он встретил свою овдовевшую возлюбленную, которая последние 3 года приезжала в Канны, надеясь увидеть юношу. И теперь уже ничего не помешало им соединиться на веки, они поженились, обосновались в Нью-Йорке, а князь Вэлл стал хозяином парка таксомоторов. Вот такой мелодраматический, можно сказать, даже социальный сюжет. В большинстве комментариев к рассказу говорится, что прототипом Вэлла Ростова был приятель Фитджеральдов, князь Владимир, которого друзья называли Вэлл, Янгалычев, который покончил жизнь самоубийством в 1923 году. А его отцом был князь Николай Владимирович Янгалычев, сбежавший в Америку после прихода к власти большевиков. Но, как показали мои поиски, действительно, князья Янгалычевы стали прототипами князей Ростовых из рассказа «Любовь в ночи». Но на самом деле Вэлл не покончил жизнь самоубийством, а его князь Николай перебрался в Америку еще в 19 веке, оставив военную службу в Кирасирском полку в Петербурге. Точнее, он прибыл в Америку в 1892 году. А причиной его отъезда из России стали финансовые неурядицы в семье и успешный вояж в Америку его матери, отважившейся зарабатывать деньги лекциями об укладе петербуржской аристократии в модных американских салонах. За несколько лет пребывания в Америке старший князь Николай Янгалычев добился немалого. Он был принят в высшем свете, сделал определенные успехи в бизнесе, но вскоре понял, что наиболее легким способом разбогатеть является выгодная женитьба. В течение своей жизни он был трижды женат на миллионершах, что обеспечило ему безбедное полное удовольствие существования. В 1898 году он женился на дочери чикагского миллионера Эвелин Партрич, а в 1902 году в их семье родился сын Владимир. И в этом же году князь стал вице-консулом России в Чикаго. С конца 1910-х семья Янгалычевых большую часть времени проводила во Франции, в Париже. В Париже и на Лазурном берегу Средиземного моря, ведя роскошный образ жизни благодаря миллионам Эвелин. И в мае 1921 года молодой князь Владимир совершал очередную поездку в Европу. Он прервал учебу в престижном Брауновском университете и отправился на Лазурный берег Франции. И вот именно во время этого плавания он познакомился и подружился со Скоттом Фиттжеральдом и его женой Зельдой, совершавшими на том же пароходе свое первое путешествие в Европу. Их встречи продолжились и по возвращении в Америку. В особенности после того, как Фиттжеральды в сентябре 1922 года поселились под Нью-Йорком в излюбленном месте американской богемии Грейтнек. В начале 1920-х, когда Скотт Фиттжеральд благодаря публикациям приобрел популярность и финансовое благополучие, как пишут все его биографы, его жизнь состояла из непрерывной череды вечеринок и приемов, сопровождавшихся непомерными возлияниями. А эксцентричные выходки Скотта и Зельды были непременным достоянием светской хроники. И вот спутником Фиттжеральдов на вечеринках стал молодой князь Янгалычев. Зельда, супруга Фиттжеральда, упоминает Вэллы среди гостей их дома. В одном из писем она сообщала корреспонденту. «У нас был ужасный период. Сплошной хаос и алкоголь. Мы так долго прилично себя вели, что в итоге сорвались и позвали Янгалычева, с которым, разумеется, каждую неделю устраивали совместные пирушки, достойные Древнего Рима и Неневии». Но неожиданно в марте 1923 года газеты сообщили о кончине 21-летнего князя Владимира Янгалычева, который скончался от болезни сердца в своем доме на Пятой Авеню. У него было хорошее здоровье, и вчера он собирался отплыть с матерью в Париж, писали в некрологах газеты. Однако в записных книжках Скотта Фитджералда есть короткая запись, датированная январем 1923 года. Вэл Янгалычев покончил жизнь самоубийством. Поэтому в большинстве комментариев к рассказу «Любовь ночи» говорится, что прототипом Вэлла Ростова был князь Владимир Янгалычев, покончивший жизнь самоубийством. Литература ведов и биографов, видимо, мало смущал тот факт, что запись была сделана за два месяца до смерти князя, а пару некрологов, которые мне удалось обнаружить, они, вероятно, не читали. И только профессор американской литературы, автор книги о Фитджералде Сара Чарчвилл, обратила внимание на это явное противоречие. И занялась архивными поисками. Она нашла подлинное свидетельство о смерти Владимира Янгалычева, в котором причиной кончины назывались отказ сердца и почек. Чарчвилл предполагает, что Фитджералд сделал пометку в записной книжке позже, датировав ее на январе ошибочно, и отмечает, что он не приводит никаких доводов в пользу самоубийства друга. Однако привкус недосказанности в этой истории остается. Быть может, в январе Владимир пытался покончить с собой, но выжил. И вне зависимости от того, была ли это попытка самоубийства или нет, на мой взгляд, причиной смерти молодого князя были, скорее всего, непомерное употребление алкоголя и далекий от здорового образа жизни, а также отсутствие родительской опеки. Его родители развелись еще в 15-м году, когда Вэллу исполнилось 13 лет. И причиной стали постоянные семерные ссоры и измены отца, по утверждению которого его супруга была склонна к алкоголизму и суициду. Ну, этот рассказ, как и любое произведение хорошего писателя, является сочетанием вынесла и реальности. Видимо, юный князь в подробностях рассказывал Фитджерлю о своей семье, что нашло отражение и в тексте рассказа. Вот только одна цитата. Взять хотя бы только отцовские интрижки, бесчетные и неразборчивые, о которых Вэлл мало-помалу узнавал из подслушанных сплетен слуг, а впрямую услышал от матери-американки. Однажды он нечаянно застал ее в гостиной перед портретом отца в настоящей истерике. Отец в белом мундире с меховым ментиком бесстрастно взирал на супругу с фотографией, словно желая спросить, «Дорогая, ты и вправду воображаешь, будто вышла замуж за потомственного священника?» Неизвестно, действительно ли в жизни Вэлла Янгалычева произошла описанная в рассказе романтическая встреча на Лазурном берегу или ее выдумал писатель, но счастливый хэппи-энд в рассказе оказался в реальности трагическим. В принципе, по рассказу у меня все, но если можно, я займу еще две минуты. Я должен признаться, что, в общем-то, не являясь специалистом по творчеству Фиттжеральда, а мой интерес вот к этой истории вызван следующими обстоятельствами, поскольку на эту историю я натолкнулся при работе над недавно вышедшей книгой, вот сейчас я его попробую показать, которая называется «В чужом теле. Тайна жизни Николая Дерайлана», которая посвящена необычной жизни моего героя, который в 1892 году в возрасте 19 лет эмигрировал из России в Соединенные Штаты. Там он вскоре стал секретарем российского консульства Чикаго, подчиненным Николая Ингалычева. Вот откуда я и наткнулся на эту историю. И вот мой герой прожил бурную, наполненную событиями жизнь, открыл собственное юридическое бюро в Америке, состоял в отряде чикагских гусар, писал стихи, переводил Толстого, был дважды женат, а после его смерти от чахотки в возрасте 33 лет всего, в 1906 году, выяснилось, что он был биологической женщиной. И эта книга, так же, как и мой доклад, в общем-то, появилась в результате современных технологий, которые позволяют сейчас читать газетные статьи конца 19-го, начала 20-го века. Я удивился, сколько много, как много статей, даже в провинциальных газетах, они все оцифрованы, и при желании, в общем, можно их прочитать. Ну и я, конечно, извиняюсь вот за, так сказать, пиар своей книги, но, к сожалению, я собирался лично поучаствовать в конференции, но из-за вот этих всех напастей этой пандемии пришлось поездку отложить, и также пришлось отложить презентацию моей книги, в которой, помимо вот этой истории, которая приводится в этой книге частично, ну, есть еще также много других историй. И эта книга вовсе не является как бы гендерным исследованием, а просто рассказывает о жизни того времени и о характере моего героя. Ну, вот все, я закончил. Спасибо, Кирилл Иосифович, очень интересный доклад. Я хочу сказать, что жаль, что презентация такая очная, да, не состоялась, и спросить хочу, а вы статью сдаете в печать или сдали в печать статью? Ну, я заполнил какую-то форму онлайн, я не знаю, то я сделал, надеюсь, что то. То есть я хотел бы, чтобы она была... Хотелось бы, да, познакомиться с вашей статьей. Еще хочу сказать, что в Польше в июне состоится конференция по литературе русского зарубежья. Может быть, вы туда приедете с этим докладом и с книгой, сделаете презентацию? А в какое время? В июне, в первых числах июня. Если вам интересно, моя Михайловна вам отправит информацию. Хорошо, спасибо. Да, и отдохнете немножечко там, потому что там вот в таком месте проводится эта конференция интересным. Так что эти варианты есть, доклады очень интересные, спасибо. Да, кстати, я заочно уже принимал участие в этой конференции. Это вот, напомните, место называется... Это Слупск. Да, 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 точно Слупск. А, понятно, да. С докладом о Сергее Горном я тогда выступал. Да, да. За очередь. У меня короткая реплика тоже. Я вас приветствую, Кирилл Иосифович. Спасибо. Спасибо. Очень рада вас видеть. Жаль, что вот так. Потому что с Кириллом мы очень давно сотрудничаем. И он не только отправлял в Слупск, мы встречались в Вене на конференции. И есть большой сборник, где есть его статьи. Потрясающе, конечно, что Кирилл Иосифович математик, понимаете, он работает в русской школе в Бостоне. И, между тем, вот несет филологию, культуру для детей, чтобы они помнили о том, кто они и откуда. Это русская школа. Вот. И поэтому огромное спасибо. И вот, наверное, очень такой любопытный момент. Кирилл Иосифович очень много работает над эмиграцией как раз. И это близко вам должно быть, да, Альфия Исламовна? Да, да, конечно. Это эмиграция. И его доклады неинтересны тем, что он такой очень хороший текстолог, да, и он хороший такой изыскатель вот каких-то таких неизведанных моментов, новых совершенно моментов. То есть он раскрывает нам всегда новые какие-то страницы в истории филологии. Поэтому огромное спасибо. Мы, я вам отправляю, не знаю, возможно ли, невозможно еще там. Вы даете заявку в Слопск, и мы там все вместе встретимся, да, в июне месяце. Да, я отправилась. Потому что, да, сформировалась уже какая-то команда. И я думаю, что это будет интересно. Это будут ювелейные чтения Галины Нефагиной. Она вот сейчас болела, поэтому она не смогла у нас вчера работать в секции. Она передает всем привет, добрые пожелания, вот, и ждет, ждет статьи, ждет заявки. Так что я вас приветствую еще раз. Всего доброго. Ой, спасибо большое. Прямо вы меня, может, не слишком заслуженно. Да, да, да. Ну ладно, спасибо. Да, Кирилл Михайлович, спасибо вам большое. И я поняла, что студенты, да, должны сделать какое-то объявление, а потом у нас выступит уже коллега из Евразийской. Да, пожалуйста, у нас здесь еще присутствуют в аудитории студенты факультета лингвистики и межкультурной коммуникации. Вы, к сожалению, не можете видеть аудиторию, но, тем не менее, они здесь, они вас слышат. Они хотели бы что-то сказать в связи с докладом Кирилла Васильевича. Спасибо. Спасибо большое за доклад, было очень интересно. Вы подняли такую актуальную тему, как гендерная идентичность, да. Такая проблема, которая бушует в Европе и в США. Вот. И нам, студентам, было очень интересно послушать, как вы объяснили эту проблему еще с точки зрения произведения Фитчеральда. Вот. Поэтому еще раз спасибо большое за ваш интереснейший доклад. Вот. Спасибо. Очень приятно, да, что мы сразу имеем возможность. Спасибо. Нет, что мы слышите студента. Спасибо. Спасибо. Так. Ну что, можем переходить к следующему докладу, да. Приглашается Куралая Бибиталыевна Уразаева со своим докладом «Русская детская проза и реконструкция». Конструкция читательского восприятия, дескриптивная модель текста. И я хочу извиниться заранее, потому что, ну, тогда, вот видите, из-за технических помех не получилось, и что вам долго пришлось ждать. Мы вас слушаем. Пожалуйста, вам слово. Включим. Что вы, Альфия Ислановна, это была моя сугубо вина. Но вот теперь, не злоупотребляя в очередной раз терпением участников конференции, я остановлю внимание только на одном слайде. И хочу сказать, что в продолжении уже вступления о том, что обучая разным техникам анализа и обучающихся, да, и студентов бакалавриата, и магистратуры, и докторантуры, у нас в магистратуре и докторантуре большинство имеет базовое образование и иностранную филологию, да. Поэтому приходится восполнять вот эти лаконы в литературическом образовательном дискурсе, да. И, конечно, важно всегда убеждать в том, что нет панацеи, никакой метод не даёт, я думаю, полного прочтения текста. И вот я, собственно говоря, хочу познакомиться уже только с выводами и показать на феномене двоякой событийности, о котором много писал Тёпа на примере чехских рассказов, почему рассказы, ну, не только Чехова, но и, скажем, Достоевского, да, рождественская литература, мальчику Христона Ёлки, ангелочек Леонида Андреева и многие другие, несмотря на так содержащиеся в произведениях сцены насилия и жестокости, таковыми и не воспринимаются. И так происходит вот корреляция встречи объективного текста автора и субъективного читателя. И сам процесс анализа текста, который помогает реконструировать читательское восприятие, раскрывает, иллюстрирует вот этот процесс тяготения прозы детской в жанровом отношении именно к детской прозе. Потому что вот общее для разных, я хочу остановиться на трёх рассказах Чехова. Это «Кухарка женится», «Детвора» и «Спать хочется». Каким образом состояние душевного баланса, которое необходимо ребёнку для совпадений с миром взрослых, определяет особым образом функцию концепта счастья, которого герой, как правило, достигает в финале рассказа. И несмотря на то, что письмо никогда не дойдёт к дедушке Константину Макаровичу в рассказе «Ванька», или вот этот драматизм восприятия карапузиком Гришей событий в жизни кухарки Пелагеи, вот эта картина сказства, несмотря на драматизм понимания закона взрослого мира, «Жениться на этом страшном извозчике с красным носом в Аленках». И почему это няньке хочется, чтобы бедная Пелагея женилась. Каким образом мы реконструируем читательское восприятие, причём и взрослого, и ребёнка, апеллируя подсознательно к названию рассказа, и опорным в названии является слово «жениться». На самом деле в той презентации, которую я по соображениям лимита времени не могу пролистать, я хотела сказать, что принципы анализа, основные положения, они построены на применении сюжетологического подхода с опорой на известные работы Игоря Витальевича Силантьева о синтагме, о синтагматизме фабулы и парадигматизме сюжета, которая объясняет не только природу двоякой событийности и не только в рассказах Чехова, но в целом в классической литературе и не только детской. И когда вот эта корреляция взрослого и детского восприятия, да, будете крутить, пожалуйста, она показывает нам вот это сложное соотношение, неразрешимость для повествователя ребёнка задачи, жила Пелагея на воле, как хотела, не отдавая никому отчёта, и вдруг ни с того ни с сего явился какой-то чужой, который откуда-то получил право на её поведение и собственность. Вводит Тезаурус маленького героя и взрослые понятия собственность и жертвы человеческого насилия. Мы видим практически не только в каждом из рассматриваемых рассказов Чехова, но и у Достоевского, у Леонида Андреева, и я очень надеюсь, что в опубликованном виде сама концепция статьи приобретёт такой завершённый целостный вид, и будут более понятны вот эти тизисы, которые я заложила в самой презентации. То есть везде с одной стороны мы видим типологию двух повествовательных историй, двух типов повествовательной идентичности и повествовательных ролей, которые направлены на целостное соединение в тексте читателей в финале истории. Активно формируемая с помощью заглавия, завязки и на протяжении всего текста история шутливого отражения взрослых событий в сознании ребёнка в итоге разрешается взрослыми инвективами, оценочно выраженными собственностью и жертвой человеческого насилия. Так логическая, сюжетная и эмоциональная целостность текста формирует феномен дописывания текста читателям. Синтез двух текстов, объективного и субъективного, исчерпывается сюжетом брака подневольных людей, которые ощущают себя также в роли детей-господ. Отсюда мнимо суровый наставительный тон извозчика, который поручает жену барыни. И это выводит из круговорота субъективного ряда типичность положения в кухарке как социального статуса. Персонализация точки зрения Гриши обнаруживает сильно выраженный социально обусловленный характер. Если говорить, то здесь реконструируется взгляд ребёнка на мир взрослых, в то время как в рассказе детвора мы видим взгляд взрослого на мир детей. Направляя восприятие читателей по линии аналогии в поведении, мышлении, способах выяснения отношений детей и взрослых, автор соединяет два повествовательных модуса, в единый собирательный образ детворы, являет модель взрослого мира с его мирообразом, суетой и нищетой. Третья модель – взгляд взрослого на жестокое взрослое по отношению к детям, реализованную рассказу спать хочется. Вот здесь наибольший контраст мы наблюдаем коммуникативной стратегии автора и рецептивного ожидания читателя. Опуская сам анализ рассказа, это статья, материалы по этим трём рассказам были опубликованы в журнале «Корискультурные исследования», но статья, предлагаемая сборник, будет дополнена с точки зрения применения феноменологического, германифтического, сюжетологического, наркологического подхода с целью показать преимущество и определённое заложенное в каждом из методов односторонность восприятия текста. Рассматривая здесь сопряжение счастья и смерти, синкретизм которых становится условием перевода рассказа о бытовом и социальном насилии, рассказ о мечте ребёнка, мы видим вот это парадоксальное соотношение эффективного текста автора с парадоксально счастливым финалом в том виде, в котором его реконструирует читатель. Ребёнок понял и решил, мучившую его задачу и пришёл к счастью. Если он может обвести защиту от мёртвых, то и спит варька, героиня, как мёртвая, потому что испытание завершилось для неё. Настоящее оказалось важнее завтрашнего дня. И то утро, когда Пелагея и её мать сообщила о смерти Ефима, соединили в сознании ребёнка избавление от мук со счастьем. Утро было хорошим, и чтобы его встретить, надо избавиться от муки. Здесь, конечно же, кроме анализа психологии подсознательного, измученного сознания ребёнка, который живёт ожиданием, что вот наступает хорошее ясное утро, и отчуждение, варька слышит, как кто-то её голосом поёт, объясняет ту трансформацию видений, которая характеризует, сопровождает два сна девочки. И маркерами призрачности, символики отмечен даже бытовой сниженный образ. Так чистка калуж становится аллюзией на потребность внутренней гармонии, душевного и физического равновесия. Она рождает аллегорию. Хорошо бы сомать голову большую глубокую калушу и подремать в ней немножко. И вдруг калуша растёт, пухнет, наполняя собой комнату. Вот роковая и предопределённым ходом повествования смерть, которая соединила в подсознании варьки, соединилась с счастливым исходом, желание сладкого и крепкого сна, лишает смерть и насилие их прямого значения. Но в ряд символики чеховской, то, что ещё Берлин в советское время называл по текстам, вписывается и зрелищная, и звуковая символика. И одна та же музыка, которая услаждает, и она приятна, когда ты ложишься спать, пение сверчка в печи, вдруг становится назойливой музыкой, взывающей к тому, чтобы освободиться от мучающего ребёнка кошмара. Вот то, как Чехов расставляет и смещает вот эти приоритеты, активизируя читательское воображение и уводя в сторону от фабульного, на уровне фабулы, это жестокая история, и он уводит нас в парадигматизм сюжета, который выявляет не просто и объясняет природу воздействия Чехова на читателя, но и объясняет жанровое содержание этих историй как истории со счастливым концом. Всё. Я тоже, как у Чехоса, звуки лопнувшие и строй не получилась, потому что я смазала из-за этой презентации, но просто нам очень важно, конечно, при знакомстве с разными научными школами и методами показать, что вот это применение неклассических парадигм прочтения текста противопассальной традиционной поэтики часто может вводить в заблуждение в их преимуществе. На самом деле, конечно, я думаю, целостное системное прочтение текста обеспечивается как раз сочетанием, синтезом методов традиционной поэтики и тех методов, которые позволили войти широко в литературовение дискурсным техникам анализа и не только реабилитировали читателя как фактор влияния на текст сам, но и в этой коммуникативной цепочке соотношение авторских интенций и читательского отношения, реабилитируя и реанимируя роль читателя, помогает нам понять своеобразие стиля, литературные языковые игры, парадоксальности не только Чехова, но и тех писателей, авторов детских рассказов, которые убеждают нас в необходимости вот сюжетологического прочтения, и когда мы на уровне фабульной, то есть синтагматической фабулы и прагматического сюжета видим вписанность, включенность в каждый текст двух текстов для взрослого и ребенка и как они в итоге соединяются, обретая жанровое единство. На все. Да, спасибо, Крула Бебеталуевна. И, пожалуйста, коллеги, какие будут вопросы? Жаль, что мы вашу всю презентацию не увидели, понимаете? Это мой личный позор, Альфей Иславович. Может быть, будет еще и вопрос. Я уже боялась второй раз. Да, потому что, конечно, сам подход интересный, Я бы не уложилась. Временен и как бы продуктивен, как я понимаю. И поэтому даже вот сразу, поскольку мы видим один слайд, у вас тема рассказа как взгляд, да? Ну, со ссылкой на Тодорова. А вот скажите, еще, предположим, темы других каких-то рассказов, какие варианты у вас еще есть подобного анализа текста? Да, есть подобного рода анализа. Он будет, надеюсь, представлен Альфей Иславовой публикацией на материале рассказов Леонида Андреева, ангелочек Достоевского, мальчику Христа на елке, потому что там я предполагаю, да, и включая Ваньку, показать на рождественской литературе. Вот как через православную аксиологию также достигается активизация читателя и как происходит не только локативно, но и перлокативно воздействие в итоге, почему мы... Да, Каштанка тоже еще Чехова будет включена в материал исследования, потому что они очень, да, с одной стороны, как будто бы разные модели, но в итоге это реконструкция трех типов взглядов. Если на Тодорова операции рассматривать тему рассказа, как взгляд, да, и вот сочетание структурного метода анализа с функциональным помогает объяснить, почему эти рассказы, вот так же, как в Игоцке в свое время через феномен противочувствования объяснял природу комического у Крылова в его баснях и почему из 200 написанных басней только 20 вошли в золотой фон, да, вот примерно то же самое. То есть вот психология восприятия текста при условии вот такой реконструкции, когда идем вслед за автором, анализируя вот фабулу, сюжет, в виде их корреляции, сопряжения, преодоления фабулы с сюжетом, как это помогает объяснить не только стиль, новаторство писателя, да, но и помогает разобраться во многих. Ну, что очень важно, я думаю, для любого филолога, в психологическом образовании овладеть не только методиками и техниками анализа текста, но всегда мы стремимся к целостному, да, прочтению, восприятию текста. Конечно, конечно, да. Ну, в таком плане, да. Спасибо. Коллеги, будут еще, вы можете уже убирать свою презентацию. Коллеги, будут еще? А, остановить, да? Докладить, да, да. Все, 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 спасибо. Мне хотелось такой небольшой комментарий сделать. Да. Спасибо, Крылая, за очень интересный заклад. Жаль, что это только фрагмент большой работы. И поэтому вопрос, который невольно возникает, как вы планируете далее выход, вот эту проследить динамику, да, допустим, от Горького, Андреева, Чехова и в 20-й век, собственно, 20-й век? Это очень интересный вопрос. Спасибо, Майя Михайловна. Тем более, я посвящу аудиторию. Майя Михайловна является зарубежным научным консультантом нашего докторанта первого года обучения Етлинка Мангельда. И мы планируем втроем написать докторскую диссертацию на соискание степени PHD. И материалом исследования как раз является детская проза, причем мы туда включаем произведение ТЭФИ. Так, я сейчас боюсь не вспомнить все объекты исследований. И недавно мы с Майей Михайловной Едлик дали новый корпус текстов для анализа. Но в 20-й веке, я думаю, что мы только огранились чем с 70-ми, 20-ми годами. Вот кроме рассказов ТЭФИ, там что-то было еще из рассказов литературы Руслан-Краси, не вспомнит. Светаева, да? Но я помню, что мы ограничивались рассказами. Я прошу прощения, что я имею привычку забывать нас. Параллельно тут идет работа с двумя другими докторантами. Совершенно другая область там. Спасибо большое. Переводовидение и литературовидение, да. Но вот мы с Майей Михайловной планируем написать докторскую. Я очень надеюсь, что на следующей конференции мы сможем с Еленой, Майей Михайловной, представить уже в развернутом виде. Принят опыт, и я думаю, что теоретическая, методологическая парадигма будет расширена и за счет других методов и подходов, что нам позволит, надеюсь, увидеть по-новому, казалось бы, знакомые и малознакомые тексты детской русской прозы. Спасибо. Спасибо большое. Да, спасибо. Коллеги, будут еще вопросы? Спасибо. Так, ну что, тогда, если нет вопросов, я передаю слово вам, Таисе Валентиновне, для объявления следующего доклада. Спасибо, Альфия Исламовна. Слово предоставляется Евгении Владимировне Буханцовой, преподавателю кафедры иностранных языков. Тема ее доклада художественное своеобразие романа Эрнеста Кмингуэ «Прощай оружие». Пожалуйста, Евгения Владимировна. Наверное, Евгения Владимировна к нам не смогла отсутствовать, да? Тогда, наверное, предоставим слово следующему докладчику. Да. Исламовна, да? Ну, можете и вы-то назвать тогда. Хорошо, спасибо. Слово предоставляется Ивана Сергеевича Удальцову, студент 2-го курса факультета международной журналистики в МГИМОНИД России. Тема его доклада «Творчество Толкина и античная культура». Пожалуйста, Иван Сергеевич. Добрый день, уважаемые коллеги. Для меня большая честь быть здесь сегодня. Я сердечно благодарю организаторов конференции за такую возможность. По избежанию технических проблем я не стану запускать видео, однако сейчас постараюсь вывести на экран мою презентацию. Подскажите, пожалуйста, видны ли мои слайды сейчас? Нет. Пока нет. Видим. Пока нет. А сейчас? Загружается. Да. Видим. А скажите, меняются ли слайды? Ну, пока нет, не меняются. Только титульный слайд. Тогда я буду вынужден переключать их вручную. Спасибо. Действительно, сейчас я очень кратко постараюсь сказать несколько слов об античных мотивах в творчестве Джона Рональда Руэлла Толкина и рассмотреть эту тему на двух частных примерах. Конечно, прошедший 3 января 2022, то есть текущего года, юбилей, 130 лет со дня рождения Джона Рональда Руэлла Толкина, побуждает снова и снова обращаться к творчеству этого выдающегося писателя и филолога, в том числе с позицией академического исследования. И как за рубежом, так и в России сегодня можно говорить о формировании так называемого толкиноведения, области знаний о биографии Толкина, его произведениях и связанных с ним феноменах. Одним из главных направлений толкиноведения является мифологическое направление, рассматривающее произведение Толкина в неразрывной связи с традицией эпоса и мифа. И представители этого направления считают, что в основе художественного метода Толкина лежит явление мифотворчества, установка на создание вторичной реальности, способной вызывать в читателя вторичную веру. Такой реальности, обладающей удивительным многообразием и конкретностью, имеющей свой быт, культуру, географию и историю. При этом в качестве материала для создания своей авторской мифологии Толкин использует мотивы и образы различных мифологий в сочетании с философскими и литературными идеями различных эпох и христианской этикой. Именно синтез разнородных элементов, их взаимная диффузия, а не механическое заимствование, смешение, позволяют автору создать свой уникальный мир, одновременно вызывающий узнавание и удивление. Например, в творчестве Толкина достаточно часто сочетаются мифологическая или эпическая поэтика и христианская этика. Такой подход позволяет с одной стороны более глубоко и оригинально проинтерпретировать архетипические сюжеты, а с другой показать традиционные нравственные коллизии на необычном материале. Спектр источников, послуживших Толкину при создании его легендариума, то есть корпуса текста по вымышленной вселенной арды, чрезвычайно широк. И неудивительно, что их роль в легендариуме изучена в разной степени. Так, в российском толкиноведении достаточно подробно описаны связи между мифологией Толкина и северными мифоэпическими традициями, то есть германо-скандинавской, финской, кельтской, существуют высококлассные исследования на эти темы. В то же время, другим источникам заимствований исследователей уделяют значительно меньше внимания, и к этому разряду можно отнести и античную культуру. А между тем, Толкин обладал определенными и весьма обширными познаниями в этой области, потому что он очень хорошо знал греческий, имеется в виду древнегреческий язык. Первый урок он получил еще в детстве от матери, затем обучался на классическом отделении в школе королей Эдуарда, где участвовал в дискуссиях на греческом языке и латыни, переводил стихи с английского на древнегреческий, а в 1911 году сыграл роль Гермеса в школьной постановке «Мир» Аристофана, которая была осуществлена в оригинале. Поступив впоследствии в Оксфордский университет, он изначально занимался изучением именно классической филологии, хотя вскоре она толкну выражение его биографа надоело, и он отказался от нее в пользу англосаксонского, вернее, древнеанглийского языка, более соответствовавшего его эстетическим представлениям. Тем не менее, именно греческие и латинские языки наряду с финским послужили основой для создания высокого эльфийского наречия к Вене, и не вызывает сомнений, что Толкин отнюдь не в переводах ознакомился с корпусом классических античных текстов. Более того, именно с Гомера началось знакомство будущего писателя с мировой литературой. И сейчас я предлагаю кратко обратиться к двум ярким примерам античных влияний в творчестве Толкина, которых вообще, конечно, существует намного больше, особенно небольших и неочевидных. И в первую очередь следует отметить античные мотивы в повествовании о «Детях Хурина», одном из трех так называемых «великих сказаний», стержневых сюжетов, составляющих основу фильма «Релиона», главного труда жизни Толкина. Над этой историей Толкин работал на протяжении более чем 50 лет, с 1818 года до самой своей смерти в 1973, причем окончательно работу так и не завершил. И большинство античных мотивов в «Детях Хурина» связано с фигурой Турина Турамбара, сочетающего в себе черты сразу нескольких мифологических персонажей, на что указывал и сам Толкин. Он писал «Есть дети Хурина, трагическая повесть о Турине Турамбаре и его сестре, где в качестве главного героя выступает сам Турин, персонаж, унаследовавший ряд черт Сигурда Вельсунга, Эдипа и финского Кулербу». И хотя главным прототипом Турина стал, конечно, именно Кулербу, однако и роль Эдипа в этом, с позволения сказать, мифологическом коктейле не так незначительно, как может показаться на первый взгляд, поскольку Эдипа и Турина роднят сразу два мотива. Мотив невольного инцеста и, менее очевидно, мотив драконоборчества, борьбы с чудовищем. А во втором случае сходство становится более очевидным, если вспомнить, что в некоторых версиях истории Эдипа, более ранних, например, во Финикиянках, Еврипида и других текстах, будущий правитель Фив побеждает Финкса не с помощью ответов на загадки, а более непосредственным образом, через физическое сражение. И более того, как отмечает Светлана Тоскаева, с Эдипом, в отличие от Кулерова и Сигурда, связаны оба мотива, определяющие историю Турина. Хотя Кулеруву и наделен некоторыми чертами эпического героя в юности, он не сражается с чудовищами так, как делает это Эдип. Но, несмотря на значимость образа Эдипа для формирования концепции сюжета о детях Хурина, значительно большей степени античные мотивы проявились в истории о возвышении и низвержении Нуменора. В этом случае источником вдохновения для Толкина послужил другой авторский миф, миф Платона об Атлантизе, трансформированный в сочетании с библейскими преданиями о грехопадении, уничтожении Содома и Гаморы и о всемирном потопе, а через него и с общей мифологемой Великого потока. Сюжет о Нуменоре был для Толкина очень личностным, поскольку толчком к его созданию послужил так называемый комплекс Атлантиды, которым страдал Толкин. Так, на протяжении долгого времени ему являлись сны, в которых громадная неотвратимая волна надвигалась из моря или накатывала на землю. И сам Толкин вполне осознавал родственность Нуменора и Атлантиды. В частности, он писал, «Нуменор — это моя личная переделка мифа об Атлантиде, попытка согласовать его с моей общей мифологией. Из тех мифических или архетипических образов этот наиболее глубоко коренен в моем воображении». Более того, Толкин даже своеобразно обыгрывал эту родственность. Так, на одном из эльфийских языков Нуменор после своего падения, своей гибели, стал называться Аталант, что переводится как «падшая земля». И таким образом возникает созвучие с реальным словом Атлантида. Однако, сходство двух вымышленных островов не ограничивается простым созвучием. Сравним историю Атлантиды, изложенную в диалогах Платона, Тиме и Крити с историей Нуменора, описанной главным образом в «Акалабет» в сочинении, включенном в состав Селемариллиона. Заселение обоих островов связано в этих текстах с вмешательством демиургических сил Посейдона у Платона и Валар у Толкина. Причем основателем династии правителей в обоих случаях становится Полубок или у Толкина Полуэльф. В обоих случаях островная цивилизация развивается стремительно и достигает огромного прогресса, превращаясь в колониальную империю. Во многом, благодаря исходным данным, то есть плодородию острова и его неуязвимости для врагов, божественному покровительству, причем с ростом могущества государства растут и пороки его граждан, которые все больше отдаляются от первоначальных добродетелей. Причем Платон связывает это с истощением унаследованной от Бога природы, а у Толкина причиной отпадения является возросшая гордыня нуменорцев. Сходны даже некоторые географические характеристики. например, в центре обоих островов находится гора, на которой сооружен храм божеству. У Толкина храм появляется правда только в период упадка нуменора, а до того отправления совершаются просто на вершине горы под открытым небом. И в определенной степени, по большей части лишь формально, конечно, в силу разности этических установок авторов совпадают и этических и религиозных прежде всего, совпадают и эпизоды гибели островов. Так и Атлантида и нуменор погибли в результате природной инициированной верховным божеством в качестве наказания за пороки их обитателей. Однако у Платона, которого интересовало прежде всего социальное устройство Атлантиды, этому моменту уделено незначительное внимание. Ну и, кроме того, нужно учесть, что Платон не успел закончить диалог Крити, где это описывается, в то время как для Толкина собственно падение нуменора и было центральным сюжетом. В тексте Толкина господствующее положение занимает не социальная, но философско-теологическая проблематика, генетически связанная уже не с античной, а с крестьянской традицией. И все же в предании о гибели нуменора прослеживается еще одна античная и общимифологическая коннотация, уже не связанная с Платоном. Дело в том, что, согласно легендариуму, именно в результате нуменорской катастрофы Земля, бывшая до того плоской, закруглилась, превратилась в эллипсоид, говоря более научным языком, и именно тогда из мира были изъяты верховным богом-творцом бессмертные земли, что привело к упадку эльфов и наступлению эпохи людей. И можно сказать, что таким образом в рамках легендариума была реализована мифологема конца Золотого века. И заключая, можно сказать, что рассмотренные выше примеры позволяют утверждать, античные мотивы сыграли достаточно значимую роль в формировании концепции легендариума Толкина и осмыслении принципов их функционирования в художественном пространстве легендариума наглядно иллюстрирует сущность творческого метода Толкина, который не просто заимствует античные сюжеты и мотивы, но органично встраивает их в свою оригинальную авторскую мифологию. Большое спасибо за внимание. И вам спасибо, Иван Сергеевич, но ваши выводы безупречны. Так, хорошо, коллеги, какие будут вопросы? Доклад очень интересный и самостоятельный, посмотрите, обращаю внимание на то, что доклад студенческий, но по уровню он далеко не студенческий, поэтому, пожалуйста, есть ли вопросы? Что? Размышляет пока народ над вопросами, над докладом, да? Ну, в конце секции мы еще вернемся ко всем докладам, поэтому, может быть, кто-то захочет высказаться по поводу этого доклада. И тогда что? Тогда еще объявите, пожалуйста, наверное, один доклад, да, Таисия Валентиновна, а потом уже я вас с коим удовольствием остался по-моему один доклад. У вашего еще один доклад. Спасибо. Слово предоставляется Дарье Александровне Вельц, студенту третьего курса филологического факультета. Тема доклада «Концепт английскости в романе Фаулзе «Башня из черного дерева». Пожалуйста, Дарья Александровна. Добрый день, уважаемые коллеги, я надеюсь, что меня видно, слышно, и сейчас администрация экрана, одну секундочку. Да, и видим, и слышим вас. Замечательно. Итак, как уже было объявлено ранее, я бы хотела предоставить вам исследование, представить, посвященное идиоконцепту английскость в романе Джона Фаулзе «Башня из черного дерева». Я ненавижу британскую империю, британский флаг, королеву, но к англичанам у меня другое отношение. Англия для меня это особый пейзаж, особый язык, особое поведение, подчеркивает Джон Фаулзе в одном из интервью. В 1964 году вышло его эссе «Быть англичанином, а не британцем». Автор разделяет понятие английскость и британскость и считается примером английскости. В понимании Фаулзе английскость базируется на любви к природе, стремлении сохранить, тотальной справедливости ко всему, неконфликтности. Олицетворение же британскости это стремление к власти и готовность к активным действиям. В настоящем исследовании мы обратимся к дифференциации концепта английскость, идиоконцепта английскость творчества Фаулзе в целом и идиоконцепта английскость в его романе «Башня с черного дерева». Целью работы явилось составление содержания идиоконцепта английскости и выявления его компонентов, характерных для идиостиля писателя и лексических единиц, репрезентирующих их в романе. Совместив подходы Владимира Ильича Карасика и Ольги Александровны Фещенко, мы использовали отсистемный и оттекстовый методы концептуального анализа, контекстуальный и интерпретационный анализ с целью выявления особенностей авторской интерпретации английскости. Понятие «английскость» имеет статус концепта, поскольку оно фиксирует относительно устойчивый набор черт, характерный для английского народа. На слайде вы можете видеть список компонентов, которые выявили изучающую данную тему Кейт Фокс, Дина Николаевна Караваева и Юлия Евгеньевна Архипова. В ядро концепта «английскость» можно включить такие регулярно указывающиеся в исследованиях английскости различными авторами аспекта, как сдержанность, чувство юмора, вежливость, скромность, справедливость, умеренность и стремление к уединению. Аспекты, упомянутые учеными в единичных случаях, составляют уже периферию концепта. Это чувство стиля, джентльменства, семейности и классовости. Сейчас же мы можем обратиться к идиоконцепту «английскость», то есть концепту, который вобрал в себя индивидуальный опыт писателя. Подчеркнув информацию из трудов авторов, указанных на слайде, был сделан вывод, что идиоконцепта «английскости» характерно «ядро», включающие такие характеристики, и более обширная периферия. В фиолетовом на слайде выделены пересечения концепта и идиоконцепта. В романе «Башня из черного дерева» главными коммуникативными кодами английскости выступают поведение и речевое поведение, и в меньшей уже степени внешность. Носителями английскости в той или иной степени являются четыре центральных героя, а именно Дэвид Уильямс, Генри Бресли, Диана Мыш и Энн Уродко. Свойственные им черты представлены на слайде в виде таблицы. Дэвид Уильямс – ключевая фигура передачи английскости. Так, с помощью, например, персонификации пейзажей автор говорит о любви Дэвида к природе и ко всему живому и иллюстрирует его английскую приверженность к миру и толерантности. «Ненависть и раздражение – это роскошь, которую мы не можем себе позволить». Цитата. Ему противопоставляется Генри Бресли. Однако английскость в немалой степени присуща и этому герою. Например, при встрече персонажей они оба вели себя сдержанно, даже чопорно, согласно английским манерам, проявляют чувство юмора. В таком же ключе проходила их прощальная беседа накануне отъезда Дэвида. Что касается основных женских персонажей, то по внешним характеристикам они являются полной противоположностью английских леди с хорошими манерами. Однако Диана является женским олицетворением английскости в романе. Например, не желая представить Генри Лавелла самопорочным человеком открыто, она отшучивается по этому поводу и говорит, «Нам приходится подыгрывать ему нечто вроде гарема». Цитата. «Н-уродка» — это обратная противоположность Дианы, тем не менее, ее молчаливость, тихость, чувство стиля и озорство репрезентируют английскость тем или иным образом. Соотнеся действия и реплики персонажей с четосто проявления черт компонентов английскости, можно говорить о том, что ядром идеоконцепта в романе выступают такие качества, как вежливость, справедливость и так далее. На периферии же выделяются сдержанность, приватность и другие компоненты, выделенные на слайде. В целом, набор характеристик ядра идеоконцепта английскость романа совпадает с ядром концепта национальной языковой картины мира. Однако периферия авторского идеоконцепта в романе, равно как и в эссе и других произведениях, автора гораздо шире. Контекстуальный анализ показал, что в романе используются прямые номинации самого концепта и его составляющих. Кроме того, нам был выявлен ряд лексических единиц и пласт косвенных стилистических способов, которые также являются средствами репрезентации. Немногочисленные примеры можно увидеть на слайде, шире уже будет в тексте статьи. Проведенное исследование идеоконцепта английскость продемонстрировало значительное отличие в качественном и количественном отношении между содержанием его периферии и периферии языкового концепта. При этом для текстовой реализации идеоконцепта автором являются используются так прямые да и косвенные номинации различной тропы. Неоднозначный характер структуры и содержания идеоконцепта английскость будет иметь от произведения к произведению и тем более от автора к автору дает обоснование к дальнейшему изучению данной категории. Закончить свое выступление я бы хотела словами Джона Фауза, которые, на мой взгляд, подытоживают любые исследования данной темы. Истинно заключается в том, что зеленая Англия концепция более эмоциональная, чем интеллектуальная. Глубоко-глубоко в лесах наших душ все еще живут тайны и люди в зеленом пляшут, охотятся и бегут. Тем не менее, постичь суть англичан интеллектуальной, пусть и на небольшой процент, значит расширить горизонт сознания. Если в ходе моего выступления у вас возникли какие-то вопросы, я охотно на них отвечу. Благодарю за внимание. Спасибо большое. Дарья Александровна. У нас есть вопросы от студентов наших. Спасибо. Да, пожалуйста. Спасибо за доклад. Было очень интересно. Да, у меня возникло два вопроса. И первый вопрос — это какие доминантные черты английской культуры вы бы выделили? Я бы выделила толерантность и я бы выделила справедливость, потому что споры, которые возникают, например, по сюжету Генри Бресли переезжает из Англии и отрицает в себе любую английскость. Но при этом Джон Фаус постоянно подчеркивает, что для Генри Бресли, что для Дэвида Уильямса, который именно репрезентирует английскость. В большей степени очень важно добиться справедливости, добиться истины. И Джон Фаус, он проводит персонажей через различные проверки, как они пройдут, как они отреагируют на ситуации смоделированные, где перед ними будет стоять выбор, как поступить справедливо, отнестись к семье и так далее. И они так уравновешивают друг друга по очереди. Спасибо. И мой второй вопрос. Это разделяете ли вы английскую культуру и британскую культуру? Очень интересный вопрос. Спасибо вам за это большое, потому что я изучаю это довольно давно. И я бы сказала, что это зависит от того, в какой парадигме вы конкретно будете рассматривать этот вопрос. Потому что, можно я вернусь сейчас на секундочку на один слайд, где Фаус говорит о том, что такое быть англичанами. И лично я придерживаюсь такой концепции, что сейчас, когда у нас эпоха глобализации и всего остального, в принципе, переняв любой культурный код, можно интегрировать себя в культуру. Но существует такая точка зрения, как у Фауса, например, что, чтобы быть англичанином, нужно быть даже, во-первых, прожить свою жизнь в Англии, иметь родственников из Англии, иметь целую родословную из Англии. И при этом заниматься именно вопросами самоидентификации и поиском. То есть, наверное, можно рассматривать это с различных точек зрения. Хорошо, спасибо большое. Да, хорошо. Скажите, а вот в продолжение вашего ответа дай на предыдущий вопрос. Скажите, а вот как соотносятся в контексте вашего доклада такие понятия, как английскость и самоидентификация? Вот порассуждайте, пожалуйста, на эту тему. Это первый вопрос. И второй вопрос такой, в методологическом плане какие работы вам оказали наибольшую помощь, и вы, в сущности, опираетесь именно и развиваете именно эту исследовательскую модель? Спасибо большое за вопрос. Начну с самоидентификации. для героев было очень важно понять, кто они, потому что, как я сказала ранее, Генри Бресли переезжает, и у него такой тоже внутренний конфликт в английскости, британской, американской культуре, которую он примеряет на себя, и поэтому именно самоопределение один из ключевых моментов, который изучает Генри Бресли. Поэтому это изучаем и мы. Почему еще? Сам Джон Фаус, он на протяжении всей своей жизни занимался вопросами уже не раз в своей упомянутой самой идентификации и дифференциации английскости, британскости, что это значит, как это понять. Он пишет многочисленное количество эссе, и еще есть замечательная работа по Волхву, где Джон Фаус противопоставляет английскость и уже Европу. Поэтому я думаю, что именно в этом ключе мы изучали самоидентификацию, то есть как понять, так как это все относится к эмогологии, то есть репрезентации свой-чужой, как понять, что есть в первую очередь англичанин и как понять, что англичанин это ты и есть англичанин. Да, понятно. Да, и работы на какие-то... Да, методология, конечно, как упомянутый Владимир Ильич Карасик и его статьи на тему концептов и эмогологических исследований невероятно помогли нам в изучении именно как подходить к анализу текста. То есть как определять поле, где заканчивается концепт и начинается идеоконцепт, как использовать интерпретационный метод, то есть как изучать. Мы же все-таки занимаемся литературой ведением, то есть трактованием текстов и так далее. Поэтому было очень важно определить, так скажем, входные данные. То есть каким образом мы будем выяснять, какую черту отнести, какой составлять таблицу, составлять приложение. Поэтому я бы выделила, конечно, Владимира Ильича Карасика в данном случае. И Кейт Фокс, у нее есть книга «Наблюдая за англичанами», где она сама, проживая в Англии, изучает англичан, их быт и то, как она выделяет и дифференцирует различные их черты. Хорошо. То есть вы все-таки остаетесь в русле литературоведения или вы более склоняетесь к лингвокультурологии? Потому что сам Владимир Ильич, он же не литературе. Он лингвизм, конечно. Конечно, поэтому я говорила о совмещении подходов. Все-таки я считаю, что филология это такая дисциплина, которая состоит из множества-множества различных дисциплин взаимопроникающих. Поэтому лингвокультурологии и литературоведения они должны подружиться. То есть некий симбиоз, да? Что мы постарались сделать в нашем докладе, потому что понять только с точки зрения лингвокультурологии ни одно произведение, на мой взгляд, нельзя. Потому что какая бы лексика ни была, какая стилистика ни была без культурного кода, который изучают уже скорее литературу веда и анализ психологии персонажей, их внутренних каких-то конфликтов, это все-таки дает нам более целостную картину. Хорошо, спасибо. 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 Если нет больше вопросов, тогда переходим к следующему докладу. Так, и слово предоставляется нашему организатору, моему сопредседателю Таисии Валентиновне Гурецкой. Тема ее доклада «Языковые средства выражения коммуникативных стратегий недооценки и переоценки», немножечко уточненная по сравнению с программой, да? «Персонажи британской художественной литературы» на материале романа, романа Джейн Теллен, ну и назовите сами роман. Я поскольку, у меня немецкий язык свободный. Пожалуйста, Таиса Валентиновна, слушаем вас. Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, видно ли вам презентацию? Видно, все замечательно. Почему-то на моем экране я не могу видеть мою презентацию. Ну это недоразумение какое-то техническое занятие. Одну секундочку, простите. Да, да. Ну поскольку ваш доклад заключительный, у вас есть время, поэтому да, мы даже и останется время на дискуссию, если она у нас состоится. вот госпожа Нелакши похвалила доклад Дарьи. замечательно. Да, все в порядке, по-моему. Даже слайды переключаются. хорошо, тогда я начну свое выступление, я буду обращаться к экрану, к большому, потому что, к сожалению, на компьютере я не могу видеть мои слайды. Хорошо, конечно, как вам удобно. Следующий слайд, пожалуйста. Я хотела бы остановиться на таких понятиях, как недооценка и переоценка, и исследование проводилось на материале художественной литературы. Материалом исследования послужил роман современной английской писательницы и журналист Джейн Фэллоу, «Куин Би», переводится, «Королева», который вышел в 2020 году и еще не был переведен на русский язык. Объем романа составляет 400 страниц. Из данного романа методом сплошной выборки было зафиксировано 96 контекстов употребления стратегии недооценки и переоценки. Итак, следующий слайд, пожалуйста. Недооценка и переоценка это языковые категории, которые намеренно завышают или занижают оценочную реакцию на ситуацию. Хотелось бы отметить, что данные категории рассматриваются в данной работе с точки зрения вежливости. То есть, это вежливость, это речеповеденческий код в британской линговой культуре. Следующий слайд, пожалуйста. И я перейду к примеру. Роман основан на чувстве мести писательница Джейн Фэллоун, ее еще называют королевой романов о мести. На сайте увидите пример из диалога главной героини Лоры и соседки, ее соседки. Лоре немного неуютно в огромном доме Гейл. Она пришла к ней в гости. Она чувствует себя неуверенно, нервничает, ей холодно, однако в целях соблюдения принципа вежливости она занижает оценочную реакцию на ситуацию, используя минимизатор A Little Bit, модератор Maybe, который позволяет подать информацию через призму говорящего и лишает высказывания строгой объективности. Далее она намеренно обрывает предложение, не договаривает. На синтаксическом уровне это выражается с помощью многоточия. Вы можете видеть языковые средства выражения стратегии недоценки. Пожалуйста, следующий слайд. Здесь главная героиня Лора встречается со своим риэлтором, который находится в процессе поиска подходящего дома для героини и ее дочери. Лоре очень хочется поскорее найти жилье. Героиня понимает, что риэлтор делает все возможное, но не может удержаться от того, чтобы не поинтересоваться лишний раз о новых вариантах. При этом Лора не хочет давить на риэлтора, поэтому в своей речи придерживается стратегии дистанцирования, которая выражается в небольшой лжи. Тем самым героиня снижает градус давления, что позволяет собеседнику сохранить свою автономию и чувствовать себя комфортно. Недооценка выражена с помощью наречия «just» на лексическом уровне, вопросительной формулировки и незаконченного предложения на синтаксическом уровне. Позвольте перейти к следующему примеру. Здесь мы наблюдаем диалог между главной героиней и Лорой и Эвой, соседки. В ответ на приглашение к совместной прогулке Лора использует стратегию выражения благодарности, которая репрезентуется в языке с помощью междомедия, оценочного наречия «ловный», фраза-клише «эмс», которая усилена за счет гиперболы «эммили», то есть преувеличения. Пожалуйста, следующий слайд. Здесь вы видите языковую репрезентацию стратегии недооценки и переоценки. Здесь все посчитано. Вы можете посмотреть, в том же каких языковых средств могут выражаться те или иные стратегии. Пожалуйста, следующий слайд. На графике можно посмотреть частотность употребления тех или иных средств выразительности в стратегиях недооценки. На графике видно, что наиболее частотным способом выражения стратегии недооценки является синтаксический прием многоточия. Дальше идет минимизатор «эбит» и оценочное наречие «джаст». Следующий слайд, пожалуйста. на этом слайде вы можете видеть частотность употребления тех или иных средств выразительности в стратегиях переоценки. И как видно из диаграммы, наиболее частотным средством выразительности является стилистический прием гиперболы. Дальше на втором месте идут фразы клише. Пожалуйста, дальше. И также на небольшом рисунке вы можете посмотреть множество языковых средств, с помощью которых выражаются стратегии недооценки и переоценки. И также из рисунка мы видим, что есть пересечение множеств, то есть это множество «с», из которого следует, что с помощью таких средств выразительности, как повторы, междометия и фразы клише мы можем выразить как стратегии недооценки, так и стратегии переоценки. Я постаралась кратко осветить эту тему, поэтому буду рада ответить на ваш вопрос, если у вас таковые возникнут. Спасибо большое за внимание. Да, коллеги, пожалуйста, какие будут вопросы Таисе Валентиновне? Проблематика очень интересная, доклада и, конечно, материал тоже выбран, произведение, которое еще даже не переведено на русский язык и, в общем-то, для, как сказать, отечественного литературоведения, я думаю, что это во многом вы вводите как раз в литературоведческий оборот, новый текст, так будем говорить. Пожалуйста, коллеги, есть какие-то вопросы? Ответ на вопрос позволяет расширить границы доклада, да, и уже уточнить, какие-то вещи. Ну, вот у меня такой вопрос, Таисия Валентиновна, с чем связан ваш интерес именно вот к этим, к проблемам, сформулированным в этом докладе? Каким образом? Это что? Это вы в русле какой-то общей темы этим занимаетесь? Это фрагмент какой-то? Или чем вызван этот интерес? Да, спасибо большое за вопрос. Это тема моей магистрской диссертации, и я освещала эту тему. Также меня очень интересует проблема речи-поведенческого кода, проблема этикета, и как раз передо мной Дарья Александровна тоже немножко осветила эту тему, поэтому я бы хотела и дальше продолжать заниматься речи-поведенческим кодом, этикетом британской культуры. Также эту тему освещает Кейт Фокс, это классика, которую можно найти по этой теме. Да, мне кажется, сейчас она набирает обороты в связи с процессом глобализации. И мне кажется, вы очень такое узнаете эффективную методику выбрали, которая позволит прийти к репрезентативным выводам, поэтому и продемонстрировали фактически это на примерах из текста, ваших комментариях, поэтому вот эта вот точность научной мысли, она всегда привлекает, да, точность научной мысли. Позвольте еще добавить, что было произведено исследование, сомнения, количество стратегий недоценки переоценки 20 лет назад и сейчас. Это позволяет сделать вывод о том, как меняется язык, как меняется английский язык. Например, если 20 лет назад в речи образованных англичан преобладали стратегии переоценки, то есть они преувеличивали оценочную реакцию на ситуацию, то сейчас все с точностью до наоборот. Сейчас английский язык лишается демонстрации ложных эмоций, преувеличенной демонстрации ложных эмоций. То есть количественные подсчеты, они помогают сделать вывод о том, в какую сторону движется язык. И, конечно, он не останется таковым и через 10 лет, через 5 лет, потому что изменения, которые происходят в языке, они очень стремительные, они заставляют развиваться быстрее, да, и язык, и нас. поэтому через 5-10 лет, я думаю, исследования необходимо повторить, чтобы понимать, как изменился язык за это время. Может быть, он поменяется на другую сторону, потому что за 20 лет цифры изменились на 50%. Вот так язык отражает время, правда же? Посмотрите, происходящее в настоящем. И вот интересно, этот вывод, он может быть распространен на другие языки, на функционирование других языков на протяжении определенного времени? Ведь очень интересное наблюдение. Я думаю, что здесь следует рассматривать определенные области и подсчитывать определенные языковые единицы или языковые ситуации, потому что стратегии недооценки и переоценки это же языковые ситуации, не только единицы. Поэтому, если все это посчитать и сравнить, то да, в магистрской диссертации еще мы с научным руководителем привели расчеты вероятностного количества стратегий недооценки и переоценки в тексте произвольного объема, то есть, подставив объем любого художественного произведения, можно рассчитать количественный диапазон стратегии недооценки и переоценки. То есть, таким образом, с помощью алгоритма подобного можно рассчитать вероятностное количество любых языковых единиц в любом тексте. Скажите, а вот эти вещи, как вы думаете, зависят от ментальности носителя языка? Конечно. От традиций каких-то, да, свойственных, национальных, свойственных до определенного этносу. Ну, хорошо, спасибо, тема у вас очень интересная, я думаю, вы можете ее увлечь и остальных. Хорошо, коллеги, есть вопросы к Таисе Валентиновне. Если нет вопросов, тогда уже Таисе Валентиновне тоже будет выступать как мой сопредседатель, да, мы ведем секцию. У нас, Таисе, есть 15 минут, да, на подведение итогов каких-то, на обмен мнениями, вот, и потом заключительное пленарное, да, сегодня еще предвидится заседание. Да, пленарное заседание, всех приглашаем послушаем ваших коллег из Соединенных Штатов Америки. Хорошо, так, пожалуйста, предоставляется кафедра для выступлений любому участнику нашей секции, как слушателям, так и докладчикам. Есть желающие высказаться? Поделиться своими впечатлениями, потому что, конечно, вы знаете, порой вот бывает секция такая, она я бы сказала, монологичная, да, по проблематике, по материалу, но, может быть, менее, вот, она дает пищи для размышлений по сравнению вот с такой секцией, потому что и подходы разные были продемонстрированы, причем радует то, что это именно уже сегодняшний день науки, да, это современные подходы, вот. кроме того, на каком разнообразном материале сегодня мы говорим о состоянии современного литературоведения, потом теоретические, и теоретические, и прикладные проблемы были рассмотрены, ну и, конечно, в некоторых докладах был предпринят просто такой очень профессиональный филологический анализ художественного текста, это тоже важно, поэтому вот круг этих проблем, конечно, определил, и вот, может быть, даже широту диапазона какой-то прослушанных сегодня докладов, и, на мой взгляд, вот мне даже трудно выделить особенно какие-то доклады и сказать, что вот им уступают остальные, потому что, на мой взгляд, общий уровень докладов прослушанных сегодня тоже заслуживает одобрения, да, и, наконец, что меня порадовало, мы, например, у себя в университете, как-то у нас отдельно проводятся научные конференции для студентов, для аспирантов и магистрантов, да, но бакалавры тоже могут участвовать, но в целом, в общем-то, отдаётся всё-таки предпочтение магистрантам и аспирантам, а здесь равноправно то, что предоставлено слово студентам, мне кажется, это очень как бы хороший почин, это замечательно, и самое интересное то, что оба доклада, которые мы сегодня заслушали, да, условно студенческих, и Ивана Сергеевича Дальцова, и Дарья Александровна, Вельц, они вполне вписываются в общую конву, сегодняшнего заседания, обсуждения докладов, и кроме того, меня особенно порадовало вот такое, знаете, заинтересованное отношение именно и предметом изучения, и научный интерес есть, это не то, что где-то там, знаете, вот так спешно подготовлено сообщение, нет, за этим тоже стоит и теоретическая основа хорошая, и потом, и сами проблемы непростые, не такие, не лежащие на поверхности избранные вот студенческих докладах, и я даже подумала, думаю, что и нам, наверное, надо вот лучшие студенческие доклады тоже включать вот в такие масштабные наши конференции, потому что над этим надо подумать, поэтому я всех хочу поблагодарить за работу, да, за то, что проявили внимание к сегодняшним докладам, и у меня, например, остается очень хорошее чувство от совместной работы, и от того, что я сегодня и обогатилась, обогатилась в плане и того материала, который был представлен, да, что-то очень хорошо знакомо, а что-то вообще вот далеко от меня, да, ну и потом то, что у нас прозвучала уже, да, эта мысль, мы, конечно, живем в век междисциплинарности, это так или иначе проявляется в разных сегодня докладах, и безусловно, вот то, что где-то в каких-то докладах не только чисто литературовические были поставлены проблемы, а проблемы именно такого вот синтетического свойства, это тоже радует, потому что это предоставляет дополнительные возможности, поэтому всем спасибо, пожалуйста, еще всем большое. Альфея Исламовна, куда-нибудь хотел сказать кое-что. Ну, с Альфея Исламовной добавить уже нечего, я, да, во-первых, приветствую наших молодых коллег, студентов, да, вот эта зрелость работ, она, конечно, дает основания их серьезно не только воспринимать, но и учесть нам такой опыт, и пользуясь случаями, я, конечно, хочу выразить огромную признательность руководству Московского Государственного Института международных отношений, лично Майя Михайловна Полехина, которая не первый год собирает такой интересный состав участников, я рада видеть знакомых, коллег и по прежним конференциям, Валентину Артамонову я приветствую, Нина Васиповна, я вчера приветствовала Альфея Исламовна, мы тоже уже не первый год на площадке научной встречаемся, мне очень отрадно видеть, как расширяется этот круг, и вместе с тем сохраняется такой здоровый субстрат, который задает каждый раз какой-то новый вектор исследования, я думаю, всем нам, причем этот вектор не только в науке, но и в образовании, как преподаватели, поэтому я хочу всем коллегам пожелать здоровья, талантливых учеников, новых ярких свершений, а Московскому Государственному Международных Отношений оставаться всегда в авангарде таких ярких творческих событий, помогать нам профессионально расти и расти с нашими учениками. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Позвольте, я тоже скажу спасибо большое китаторам конференции и нашим сегодняшним замечательным ведущим, которые так умело построили секцию. И сама программа секции, тоже хочу подчеркнуть, очень разнообразная, и такие различные подходы литературоретические, культурологические, лингвистические, разные другие, но очень понравился, особо мне хочется выделить доклад все-таки Вероники Цуркан, такой очень интересный, такой глубокий, сразу видно, что человек от проблемы счастья озабочен и озадачен уже так многолетние. И, конечно, сказать хорошие очень слова о Куралай, тоже ее приветствую, Куралай Розаеву, и ее доклад о восприятии читательском детской прозы был тоже очень такой значительный, значительный, и студенты молодцы, докладывания действительно очень глубокие, полные, и действительно не похожи на студенческие, это уже просто какие-то такие посылы дальнейших научных изысканий, в чем я и хочу как раз поприветствовать в этих начинаниях и сказать им хороший путь, добрый путь. Спасибо большое. Валентина Викторовна, тогда и надо отметить и ваш тоже доклад, и то, что, понимаете, проблема народного характера, она же давно в литературоведении изучается, но то, что вы с новых каких-то методологических позиций это делаете, то уже тут, конечно, идет совсем иное осмысление этого характера, и тот материал, который вы выбрали, и то, что в сравнении можно говорить, скажем, уже о традиционном шукшинском типе героя, и уже сегодняшних современных авторов, на мой взгляд, это очень интересно. И, конечно, я уже не стала говорить о персоналиях, но меня привлекли очень студенческие доклады, я их отметила особо, но так, конечно, я тоже поддерживаю и Вероника Валентиновна Цуркан, конечно, сразу видно, она выступила с тем докладом, за которым стоит определенный научный, серьезный проект, это видно, так же, как вот и у Куралая Уразаевой, тоже за этим видно, что стоит основа серьезная, научная, поэтому это всегда обращает на себя внимание и это радует. Ну и в целом, вы знаете, уровень докладов приличный, вот что я хочу сказать, вот кого бы мы не взяли, да, начиная вот с, ну просто если пробегусь по программе с госпожи Нилакши, да, Сурьяна Раян, которая такой обширный материал представила и в общем-то о каких-то методических аспектах говорила, да, потом вот Куралая Уразаева, она пошла по сложному пути, но тем не менее продемонстрировала продуктивность изучения в этом аспекте текста, да, потом кто, и Малик и Малик Джима Лудинович, который с трудом пробивался к нам, но тем не менее, посмотрите, как раз вот он показал, раскрыл специфику, да, специфику использования анафоры уже в переводном тексте, мне кажется, это тоже достаточно сложно, и тут нужно по такой грани какой-то пройти, да, и в общем-то тоже уровень доклада приличный был, но доклад Кирилла Иосифовича Финкенштейна, конечно, это просто удивительно, посмотрите, что значит привлекательная литературоведение, да, потому что математик, казалось бы, а вот если взять представителей естественных наук, да, и математиков, физиков, то у них совершенно, я давно в этом убедилась, совершенно особый подход к литературе, и вы посмотрите, он занялся фактически проблемой творческой истории произведения, и книгу написал, ну просто удивительное дело, и конечно его доклад он украсил и наше заседание секции, потом что еще, да, ну и я уже сказала о докладе, о докладах студенческих, да, ну и доклад, который сделала Таисия Валентиновна, тоже мои вопросы были как раз связаны с этим, тоже вызывает особый интерес, поэтому всем огромное спасибо, и мы не зря с вами провели вот эти вот три часа вместе, три часа вместе, так что, да, вот Иван у нас, Иван Удальцов тоже поднял руку, Иван Сергеевич, такое имя у него знаменитое, да, это и Тургенев, это и Шмелев, пожалуйста, Иван Сергеевич, вам слово. А я также хотел бы еще раз поблагодарить и организаторов, и участников конференции, для меня действительно это было весьма и весьма интересное время, проведенное сегодня в рамках этого заседания, и, конечно, лично для меня особенно приятно поучаствовать в мероприятии организованным филиалом, горячо, но и любимого моего университета, поскольку, хотя мне и доводилось с разными сообщениями на конференциях, организованных в других местах, сегодня для меня один из первых опытов был участие в конференции, организованной МГИМО, и это для меня особенно приятно, и, пользуясь случаем, я хотел бы отметить, что за возможность вести научную деятельность и представлять ее результаты в рамках таких замечательных конференций, я, конечно, благодарен в том числе в значительной степени моему факультету, факультету международной журналистики, МГИМО, его руководству и сотрудникам, потому что без той творческой атмосферы, которая в рамках этого факультета существует, и без того замечательного отношения к студентам, которое там принято, моя деятельность не была бы возможна. Понятно, спасибо. Иван Сергеевич, я у вас хотела спросить, вы планируете дальнейшую свою работу связать с научной деятельностью? Ну, я надеюсь, что мне это удастся, да. Да, замечательно. Хорошо. Да, пожалуйста. Пожалуйста, Тим, Виктор. Я хотела добавить, Альфия Ислановна, хотела к вам напроситься на конференцию, но не в качестве докладчика, потому что эту тему совсем не далека, но хотела послушать. Подовольствием. А этот многолетний такой изысканный, изящный символик воды, это просто очень красиво. Символика воды у нас уже прошла, сейчас у нас другая тема, но будем очень рады, и тогда как-то, если вы мне свой, вот можете даже в чате написать, да, свой электронный адрес, и я вам информационное письмо отправлю. Хорошо. Будем рады вас видеть в любом качестве, в качестве докладчика, у нас смешанный будет формат, вот, так что спасибо. И книжки эти можно будет приобрести, а, ну если точно участвовать, хорошо, спасибо. Так, Таисия Валентиновна, ну вот и вам теперь дадим слово, да, пожалуйста. Спасибо большое, Альфея Исламовна, мне даже нечего добавить к вашим словам, очень интересные доклады, у нас была благотворная, конструктивная работа на высоком научном уровне, большое спасибо, что вы выделили время и силы для того, чтобы поучаствовать в нашей ежегодной уже теперь международной конференции, приглашаем вас также к участию в следующем году, которая обязательно, конференции, которая обязательно состоится в следующем году, желаю вам успехов, в следующем году. Спасибо.